пошире можно я хочу посмотреть агрегат а а а а а и а и и пока можно посмотреть картинку они тоже здесь не просто так не знаю что получится на выходе интересного будет у меня я хочу надеюсь что будет интересно немножко что можно где-то я вас немножко развлеку да но я сам учился на факультете это предварительно это еще там я понимаю что мы ждем народ поэтому предварительно такой спич я сам учился на факультете да я знаю что абсолютно большинство людей которые здесь что-то читает рассказывают многие рассказывают о своих достижениях потому что люди с большим именем с большим опытом есть что рассказать но в данном случае да мы будем прям такие знаете есть не учиться то наверное будет такая вещь как познавать да мы будем что-то узнавать новая очень надеюсь я надеюсь на то что даже если кто-то знает это и здорово я больше надеюсь на то что вам понравится да и на факультете я эту лекцию читаю не первый раз да скажем так для большого курса это второй раз вот так отключите пожалуйста микрофончик у кого включены будете добры Валерия так никому ничего не видно да не видно экран экран сейчас будет виден как только мы микрофончик нет не видно да ну понятно главное чтобы вам сейчас нас было видно мы экран еще демонстрацию не запускали нет вас мы тоже не видим да мы вас не видим так главное чтобы нас слышно было лицо моего хорошо слышно хорошо отлично так сейчас сейчас буквально секундочку и мы начнем так и 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 Я не поняла, почему очередную лекцию вы все практически на 90% решили проводить онлайн. Значит, если так дальше будет, ребята, я все лекции перевожу в онлайн. Мне неинтересно приезжать сюда ради двух человек, скажем честно, и гонять сюда лекторов ради двух-трех человек пришедших. Значит, либо мы ходим на лекции, либо они все переходят в онлайн. Потому что я болею с температурой, приезжаю, а вы сидите все дома. Значит, последний раз проходит лекция очно. Это раз. Значит, второй момент. Вам спасибо, что пришли. Значит, следующие все занятия будут проходить на Невском. Невский 54, первого курса тоже касается. Значит, поднимаемся так же, как к нам на выставку. Также на четвертый этаж. На выставку вы на этаже поворачивали налево, еще по одной лестнице поднимались. К нам будет направо и до упора. А там справа берет. Ну, мы постараемся на ней уже какую-то табличку повесить в этом времени. Это раз. А во-вторых, у вас в четверг седьмого практика, если вы придете к шести часам, то в самом музее Карла Булы будет проходить вернисаж выставки Павла Маркина. Значит, те, кто придут, поснимают вернисаж и сделают достойный репортаж, любой зачет прощается, который либо долгом у вас висит, либо впереди предстоящий. Любой зачет на ваш выбор можете не сдавать. Ну, соответственно, не обязательно, естественно, по вашему желанию. Хотите, приходите. В шесть часов. Ну, с шести до семи вам точно хватит времени. Это следующий четверг. А следующий четверг? Седьмого. В седьмого. Вот. Ну, кураторы, соответственно, все там, конечно же, к шести тоже будут. Вот. Это, в принципе, все, что я хотела сказать. В гостях у нас Александр Дрожин. Я его, собственно, ну, он сам себя уже представил немножко. Наш выпускник, как сказать правильно, руководитель страда блога. Да, наверное. Да, я скажу сейчас. Хорошо, Александр расскажет пару слов о себе сам. Пожалуйста. Да, спасибо большое. Смотри, какая штука. Значит, сразу организационные моменты. Мы рассчитываем на два часа, но что-то может пойти не так. Кто-то может немножко заговориться, может чуть продлиться. Поэтому те, кто онлайн или оффлайн, если вдруг по какой-то причине вам нужно уйти, ну, без проблем, может даже ничего не спрашивать, просто вставайте и уходите. Хотя, я надеюсь, будет настолько интересно, что вы немножко побудете со мной еще. Значит, ну, меня представили, да, я Александр, руководитель. Ну, никогда, да, я мог сказать, даже крупнейшего уличного сообщества в нашей Раша. Сейчас ребята там потянулись, слава богу. Сейчас есть, ну, конкуренция, не конкуренция. Это у всех разное видение. К сожалению, скажем так, это видение почти всегда отличается от того, что кажется мне. Вот. Но не только мне. Сейчас мы поговорим об этом, обо всем. Вот. Я когда-то тоже здесь учился, два года у Станислава Владимировича Марченко. Вот. Сейчас я преподаю здесь экспресс-курс трехмесячной уличной фотографии. У меня был целый один выпуск, то есть есть чем гордиться. Но так как мы этот выпуск, оказалось, да, на пять месяцев растянули, и выпуск получился очень прикольный. Если кто останется, если кто захочет, я в конце могу показать серии, которые мы собрали за вот эти там, ну, там, четыре с половиной, пять месяцев работы. Вот. Получился очень прикольно. Получился настолько прикольно, что я решил, что мы сделаем какую-то общую книжечку. Вот. Кто-то сейчас в чате что-то написал. Ага, круто. Зора, на самом деле, чатом посмотрите, где у вас чат, все, кто далеко, потому что иногда я буду задавать вопросы, и постараюсь не забывать смотреть в чат, чтобы вы ставили плюсики, минусики, ну, вы, в общем, все поймете. Я стараюсь на своих занятиях, которые там, лекции, чтобы они были не очень скучные, иногда людей будить, и чтобы они немножко интерактивничали. Смотрите, какая штука. Значит, часть текста, понятное дело, я немножко буду заглядывать в свою шпаргалку, да, где-то читать, особенно цитаты. Не без этого, конечно. Это не значит, что я не знаю материала, я просто хочу его донести очень точно, потому что некоторые люди, которых я буду упоминать здесь, они, ну, прям, прям супер точно выражают мои мысли, в том числе мои мысли, свои, естественно. И мне бы хотелось, чтобы на вас это все немножко передалось. Я сказал, да, что уличную фотографию я веду здесь, и сегодня порассуждаем, что же такое уличная фотография. Штука какая? Лет пять, тому уже больше, я веду некий блог, да, стрит, страдоблог. Когда-то это было ВКонтактике, мы делали конкурсы, в общем, кто-то зашивался, типа я, и все было классно, всем нравилось. Но, как оказалось, это совсем не то. Вся та уличная фотография, которую, типа, занимались мы, она больше смахивает на репортажно-документальную. Я к этому пришел тоже не сразу, как вы понимаете. Пять лет я там блуждал в одних мыслях, потом мне вправили мозги, и вот я вот такой перед вами сейчас сижу. Так вот, с вами порассуждаем, что же такое уличная фотография или стрит-фотография, какая она бывает. Такая ли она, как мы, ну, вы в данном случае себе представляете, да. Когда ко мне на первый поток пришло девять человек, я вам могу сказать, что только один человек более-менее представлял, чем он будет заниматься. То есть все думали, что это будет такая фотография, не такая, как вы сейчас видите даже, об этом мы скажем. Все думали, что это будет похоже на такой, знаете, ну, вы второй курс, да, вы примерно уже представляете, что такое ходить по улице и снимать для фотофакультета, для репортажа. И вот у Анатолия Мальцева, он читал у нас лекции, естественно, у него есть такое понятие, да, фичеры. То есть когда мы в картинке, если я правильно все произношу, когда в картинке мы передаем, ну, на сегодняшний день, что происходит, например, в нашем городе, да. Он показывал великолепные картинки, там, например, наступила осень, там красивый листик лежит, в лук же он так растекается, красиво все линии, все очень красиво. Вроде казалось бы, нужно просто показать людям, что в Питере наступила осень, да. Ну, вот все здорово преподнесено. В уличной фотографии все так и не так. Самое главное, что, возможно, вы не поймете из этой лекции, я решил вынести это отдельным предложением, что уличная фотография – это про удовольствие. Это не про то, что нам нужно снимать крутых картинок, это про удовольствие, получаемое от прогулок, от съемки и, возможно, от результата съемки. Но удовольствие стоит выше всего остального. Честно говоря, многие, особенно вот, ну, мы все, да, там, по жанраму, когда делимся, люди, которые снимают, там, для условного влог, там, или просто какую-то студийную фотографию, они говорят, что репортажник – это фигня, все, мы все умеем, репортаж – говно. Извините за текст, да. Люди, которые занимаются репортажем, они не сталкивались с постановочной фотографией, многие, не говорю, что все, если я где-то говорю, что все, значит, я немножко коверкиваю сам себя, я имею в виду, что многие. Многие говорят, что постановочная фотография – это фигня, потому что можно все выстроить, и все это ерунда. На самом деле везде все тяжело, все непросто. В уличной фотографии такой же момент. Например, многие тоже там репортеры, большие и маленькие, говорят о том, что постановочная фотография, ну, для них и вообще и для всех остальных, является такой некой физкультуркой, да, даже некой пародией на репортажную фотографию. Что такое физкультурка? Ну, это когда мы каждое утро просыпаемся, делаем одни и те же упражнения, то есть примерно, да, там, условно говоря, на фоне красивой стены снимаем, ходим человечка бегущего, называем это стрит фотографией, и считаем, что это упражнение мы делаем там каждый день. Ну, посмотрим, что-то не совсем так. Для тех, кто не очень понимает и не хочет понимать, что же такое уличная фотография, Василий Кандинский, не совсем фотограф, да, не совсем репортажный, но я надеюсь, что многие из вас знают, кто это есть, не знают, обязательно хотя бы посмотрите, что этот человек делал. Так вот, у него есть книжка, которую я сам лично читал, как ни странно, называется она «Точка линии на плоскость». И у него есть такая фраза, не надо большего, большого ума и знаний, чтобы назвать обезьяну пародией человека. Ум и знания необходимы, чтобы понять их поведение. Ну, то есть, как бы физкультуркой можно назвать уличную фотографию, да, и остаться абсолютно не понимая, что же такое вот эта стрит фотография. Но я, конечно, постараюсь призвать вас и сделать так, чтобы хотя бы немножко вас заинтересовать, чтобы вы потом, возможно, поинтересовались и поняли. Так вот, давайте применим ум и знания, чтобы разобраться в этой самой пародии на нами всеми любимую репортажную фотографию. Это я без иронии, репортажная фотография мной так же любима, как и все остальное. Так вот, смотрите, какая интересная штука. Готовясь к этой лекции, конечно, я там сам немножко поучился и уличной фотографии. И здесь я два года учился, и где только я не учился. Где-то хорошо, где-то плохо, суть не в этом. Но прикол в том, что я не нашел какого-то одного определения уличной фотографии, которое бы однозначно пояснило, что же за такое явление. В репортажной фотографии есть какие-то определения, но в уличной нет точного определения. Я надеюсь, что к концу лекции каждый из вас, и, возможно, я еще чуть лучше, поймем, что же это за жанр такой. И так ли он однобок, как можно было бы подумать до нашей лекции, или даже смотря на прекрасные фотографии турецкого фотографа Сиркан Текин, или в Инстаграме он Умак Умак. Вот, прикольный на самом деле автор, такие всякие приколючки снимает. Но, 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 но не всем даже это интересно. Так вот, смотрите, чтобы разобраться с понятием жанра уличной фотографии, вообще неплохо бы понимать, что такое жанр, да? Ну, давайте допустим, что многие из вас понимают, что такое жанр, но я, естественно, для всех остальных проговорю. Во всяких словариках написано, что жанр – это французского некоторого рода. Но это бог с ним. В общем, жанр – это такое общее понятие, которое отражает наиболее существенные свойства и связи явлений мира искусства. Ну, или какую-то совокупность формальных содержательных особенностей произведения. Сложно звучит, но, в общем, это некий собирательный образ каких-то условий, или как по-другому сказать, скажите мне. У меня бывает такое, что я иногда слова какие-то забываю, да? Не условий, а признаков, да? Ну, например, когда мы говорим слово барокко, да, мы представляем все эти красивые завитушки, вот это все, и мы понимаем, что такое завитушки барокко. Если там какой-то другой жанр, ну, там, неважно, фотографии в любом другом виде искусства, там, например, рок, мы понимаем, что там гитары, да, там бас-гитары, барабаны и все такое прочее. Папса, мы понимаем, что там, скорее всего, вот этого вышеперечисленного нет, никаких гитар, ничего, там какая-то другая музыка. В электронной музыке тоже представляем себе. Это такой набор условий. Можно, если что, пересесть, не переживайте, я не буду на вас всех отвлекаться. Суть в чем? О чем речь? О том, что в нашей лекции будет много пересечений с репортажной фотографией, с, возможно, пейзажной, если мы успеем дойти до нее. Этого бояться не надо, потому что эти признаки могут быть и в пейзажной фотографии, я говорю про городской, скорее, пейзаж, да, чем про кустики и речушечки. Портреты, вы увидите здесь про портреты то же самое, которые могут как к отдельному жанру портрет, да, так и к уличному портрету. Ну, или даже в этот самый, обязательно в репортажный портрет, обязательно туда же заходят. То есть одна и та же фотография может соответствовать нескольким жанраммам. Ну, или, соответственно, несколько жанров могут... Вы меня примерно поняли. Вот у меня тут даже фраза, оказывается, есть, что, другими словами, определяя жанр того или иного произведения, мы определяем набор свойств, которым оно соответствует. А значит, такое может случиться, что одно произведение может отнести не к одному, а к целым нескольким жанраммам. Ну, на самом деле, этот вывод надо запомнить, потому что он действительно нам еще пригодится. Так вот, что же такое уличная фотография? Давайте определимся с тем, что же мы представляем каждый для себя. Вот вы уже видели, вот эти прекрасные фотографии уже по третьему кругу, сейчас они пойдут, мы сейчас их отключим. Та-дам! Не хочет отключаться. Сегодня будет много фотографий. Прям много. И этого бояться не надо. Смотрите, у меня есть несколько вопросов. Но они такие риторические, мы их быстро будем расскапивать, иначе долго будем соображать. Но те, кто находится внутри... Ну, в смысле, внутри, в смысле, давайте здесь, кто оффлайн у нас оконится. Давайте так сделаем. Ну, и онлайн тоже, если будете успевать за нами, плюсик, типа, вы согласны, минусик, не согласны. Соответственно, здесь поднимите руку, если вам не сложно, если вам интересно, поинтерактивничать немножко. Поднимаем руку, если вы согласны с этим, и если не согласны. Даже если вы не знаете вообще, что такое уличная фотография, просто вот в голове щелкнуло, значит... Например, первый вопрос. Эта фотография сделана на улице. Ну, согласны, поднимаем руку, не согласны, опускаем. Отлично. Есть один человек, согласны. Хорошо. Мы смотрим на великолепную фотографию Эллиот Эрлита, да? Ага, там тоже есть. Ася ответила, что она тоже согласна. Вот. Фотография Эллиот Эрлита – это репортажный фотограф, мы все его знаем, да? Магнум, истоки и все дела. Но мы его также знаем и как уличный фотограф, который я снимал на улице, просто ходя и интересуясь миром вокруг себя. Соответственно, да, эта фотография сделана на улице. А можно так назвать фотографию, сделанную внутри помещения? Ну, давайте, естественно, в качестве примера щелкнуло так. И мы увидим прекрасную фотографию Эдда Савонга. Это... Ой, не корейцы, он, по-моему, забыл кто, не суть важно. Вот. Очень хороший, интересный автор, который снимал в помещении. И эта фотография немножко похожа на ту фотографию, которую мы только что смотрели, да? Трескому фотографу от Сырката Текина. Ну, с юборцом, да, это вот такая приколюшечка. Дальше, смотрите. Я проскочил, да, ваш ответ. Тогда еще раз. Можно ли так назвать фотографию, сделанную... А, внутри помещения, да. Может ли это быть фотография, где причудливо сочетаются цвета? То есть фотография просто про цвет, например. Может, да? Ну, точно фотография, смотрите пока что-то. Жмя фотографии, где причудливо сочетаются цвета. Я онлайн все посмотрю, вы не переживайте. Спасибо вам за что, что вы участвуете. Шина Гучи, японский фотограф, прекрасный. За ним тоже. Вот все, кого я сегодня показываю, во-первых, у вас в великой верхнем углу должны быть написаны имена. Написано же, написано. Значит, все их видят. Если кому-то будет интересно, потом пересмотрите лекцию, перещелкайте. Каждый автор действительно интересен. Это не просто сборная солянка, да. Смотрите, да, интересная штука, что фактически с юбки, да, с платья, ну или на платье, да, вот не хватает одного кусочка, и вот он перетек как бы на платье, да. И по текстуру, и по цвету. Ну, в общем, такая забавная приколюшечка. Ну, дальше, если сочетаются цвета, то может ли это быть фотография, где причудливо сочетаются формы? Да? Окей. Окей, давайте смотрим. Да, все отлично. Есть контакт, у нас есть онлайн. Так, сейчас, секундочку. Ну, что такое? Ага, вот форма. Нет, форма, форма вот. Вот форма, да. Смотрите, как интересно, да. У нас перья голубя, да, вот эти вот штучки, ну, как косточки, да, они такие же светлые и такой же формы, да, вот как светлые части в тени от забора, да, какого-то. Причем интересно, что спинка стула, да, у нас вот как будто бы на столе. Но на самом деле мы понимаем прекрасно, что это не спинка стула, как и по форме очень похоже, но светит с другой стороны, и это какая-то другая форма легла на стол. Но вот эти вот сочетания причудливых форм, а цвета здесь практически нет, да, действительно, в уличной фотографии может работать только это, например. Может ли это быть такой фотография, где причудливо падает свет, да, но свет у нас вообще фотографии, фотографии у нас есть свет, но не все этим пользуются, как ни странно. И давайте посмотрим, вот, знаете, кто это? Это тоже человек Мармон, Броно Барби, человек цвет, в общем, ну, здесь пример про свет, да, про прекрасные вот эти вот рамки, рамка в рамки, рамка и погоняет, как говорится. Да, да, на верху слева, да вы потом посмотрите, записи же у вас остаются. Вот, можно будет полистать. Так, ну и, конечно же, юмор. Как же без юмора, да, уличную фотографию очень часто связывают с юмором. Давайте посмотрим. Юмор может быть? Ну, может быть, мы только что видели кучу фотографий, как же без юмора? Вот наш юмор, да. Этот юмор соответствует, по-моему, даже следующему вопросу про обрезки рук, ног и чего-то еще. А может быть, это пример для этого, я уже, честно говоря, давно заглянул в эту папочку. Ну, давайте насчет юмора. Да, куда-то картинка с юмором пропала. Я не думаю, что что-то не то. Это картинка про обрезки рук, ног и прочего всего, да. Это замечательный фотограф Густава Нинас. Бразильский фотограф, достаточно известный в нашем кругу. Вот, очень классно он снимает отражение, все такие проще вещи. Но здесь что такое обрезки, да? Понятное дело, что мы там ноги видим. И, может быть, кому-то это вообще покажется странным. Но, например, если так присмотреться, немножко так, фантазию немножко развить, да. Как будто это вот красная штуковина, это является частью вот этого человека, да. Такое, как платье, не платье, не знаю, как кусок тела, не знаю. Такая вот интересная вещь, да. И геометрия, и вот это, конечно, рука с сигаретой. Отдельная история. Ну, обрезки рук и ног – это вообще такой штамп, который постоянно приписывают куличные фотографии. Но, как я показал своим студентам, это не просто так, да, что с этим можно и нужно работать. Ну, плюс репортажная фотография использует это на ура. У Сергея Яковлевича Максимишина, например, есть прекрасная фотография с парадой, где он снимал снизу, там летят самолеты, куча каких-то пустов плакатов, там еще чего-то. Возможно, он вам показывает, не знаю, был ли он у вас или нет. Но самое интересное, что вообще люди, которые занимаются урочной фотографией, а я говорю про больших людей из Кореи, да, про маленьких, типа нас, даже у словами нас, как бы такой относительно маленький, относительно тех, кого я сейчас назову, называют эту фотографию поэзией, да. Что такое поэзия? И почему они так это называют? В словариках написано, что поэзия – это искусство образного выражения мысли в слове. Мысль изображена в каких-то словах. Или как вариант, что-либо прекрасное, возвышенное, глубоко действующее на чувства и воображение. Ну, например, здесь на воображение, да, здесь на мысли, у кого-то даже здесь тюрьма рисуется. Ну, то есть такие варианты. Но мы с этим еще поработаем с вами. Поработаем. У меня, например, есть такой прекрасный пример. Наверное, вы знаете этого автора. Его часто, по крайней мере, нам Станислав Владимирович часто его показывал. Его зовут Сол Лейтер. Он не входит в список Марман, но я думаю, что он не менее знаменит, чем большинство из списка Марман. Есть кто-нибудь, если здесь сидящий, кто готов был бы рассказать, ну, просто свое впечатление об этой фотографии? Нравится, не нравится, например, начать с этого? Есть кто-нибудь там? Я не понимаю. Ага, отлично. Это, на самом деле, тоже отличный вариант, да? Я не понимаю. Мне она нравится цветом. Цветом. Замечательно. Еще есть какие-нибудь? Буквально, можно по слову, вы поймете, что это интересно. Ну, то есть, как бы, понятно, что не для всех можно заходить одни и те же вещи, да? Мы же все разные люди. Я не понимаю, что это. Вот, отлично. Кто-то мимо прошел бы, да? Но давайте я так пару слов про нее расскажу. Я не буду говорить, что она очень крутая, потому что это Сол Лейтер. Он работал со светом, с цветом. Он работал во времена черно-белой фотографии, когда цветная считалась вообще для... Не знаю, тут можно такие слова говорить или нет, для УКРИ. Да, для... Вообще, цветная фотография в то время считалась, знаете, чем-то таким похабным. То есть, на нее снимали только рекламу и только в дляцах журнала. Нормальные люди, которые себя считали людьми искусства, и тем более репорта на фотографиях, вся снималась в ЧБ, исключительно. Единицы людей, которые пробовали цвет. Прям единицы. Ну, у меня там есть целая лекция про возникновение цвета, про все это дело. Вот. Сол Лейтер снимал в цвет. То есть, он снимал на самом деле и цветную, и черно-белую пленку, но цветную он проявлял и плавал сюда в стол. А черно-белые снимки показывал. Он работал в какой-то там ВОК или еще где-то. А, в КАРШ-базар, по-моему. Он был еще проще, чем в СИК-ВОКе. Но суть не в этом. Снимал, то есть, рекламу и женщины там, ну, в смысле, девушек постановку все это дело. Но очень любил улицу. И снимал улицу в ЧБ и в ЦВЕТе. В ЧБ он был достаточно знаменит, но в ЦВЕТе его потом открыли. Ну, лучше почитать, да, про него. Это я уже отклоняюсь немножко от лекции самой. Он очень прикольный такой, интересный автор. Так вот, смотрите. Фотография, она не сводится к прямому смыслу того, что изображено. Она не сводится к перевозке пассажиров. Да, то есть, почему она может показаться скучна? Ну, сидит чувак какой-то там. Сидит. Это хорошо, если все видят этого чувака. Так, большинство видит просто какое-то красно-желтое нагромождение и не ставят дальше. Это я как бы проводил уже опросы, скажем так. Чем она интересна? Она может показаться интересной, например, да, сочетанием цвета. Да, и интересно, например, что красный с желтым сочетается очень красиво. И если кто знает примерно времена и как там все было организовано в Нью-Йорке, это такси, да. Ну, это цвета такси, соответственно, перевозка пассажиров. Интересное, например, отражение, да, вот это вот красненькое отражение дома, соответственно. Голоденький цвет, как все мы понимаем, что это небо, да. Тень от соседней какой-то машины падает на крышу. В общем, такое небольшое нагромождение, потом рука человека, да, который сидит на заднем сиденье, и рука человека, непростого человека, да. Мы же сейчас, если немножко подумаем, мы даже можем понять, что это за человек. Мы можем понять, что за профессия. Можем понять, что за профессия? Какой-то деловой, да. А деловой человек в такой одежке, он, наверное, при деньгах, да. То есть у нас даже есть история, кроме того, вообще в уличной фотографии, ну, как сказать, не обязательно вот история, именно смысловая нагрузка. Там больше идет на ощущение. Ну, как про, так самое, про поэзию, да, еще 10 тысяч раз вернемся к слову поэзия. Здесь тоже, понимаете, здесь нет прямого смысла, что человека перевозят. Здесь есть вот такое, понравилось, сначала сочетание цвета, света, форму, потом смотрим дальше. О, прикольно, рука, потому что не все видят эту руку сразу, да. Пока я вот рассказываю про эту фотографию, начинают люди смотреть, следить за деталями, потому что фотография долго висит. А мы же в Инстаграме полсекунды пролистываем, да полсекунды не проходит. Мы все время пролистываем в этом маленьком окошечке, ничего не увидим. Мы уже разобрались в профессии, да, и мы, даже если присмотримся, не все видят, что, оказывается, там есть и водитель, да, на этой фотографии. Ну, то есть вот много-много-много-много составляющих деталюшечек. Собственно говоря, все. Я не буду рассказывать, что это классная, не классная фотография, но она на многих как-то немножко влияет, да. Именно скорее вот по визуальным объектам, по формам, по цвету. На самом деле я столкнулся с тем, что многие думают, ну, я скажу, ну, давайте я сейчас как-то расскажу. Вернемся к определению уличной фотографии. Смотрите, у нас есть же прекрасная Википедия, да, которая типа как знает все. И Википедия говорит, что уличная фотография, ну, и стрит-фотография – это жанр фотографий, сделанный в общественном месте, двоеточие. И перечисление – на улице, в парке, на пляже и тому подобное. Также уличная фотография бывает документальной, но не ограничивается исключительно документальным жанром. Выделение жанра уличной фотографии в самостоятельном направлении принта соотносить с деятельностью французского идеолога уличной фотографии. Как вы думаете, кого? Андрей Кортье Брессона, да, который здесь, на пакете, все говорят, что это стол и основа репортажной фотографии, да. Но люди, которые занимаются уличной фотографией, говорят, о, нет, давайте эту легенду и нам тоже. Ну, казалось бы, на самом деле, когда я все это дело готовил, я еще не очень все в курсе был, что действительно может показаться, что взяли и перетянули. Ну, если почитать высказывания Брессона, да, если почитать не только его две книжки, там, или три, сколько у меня там было, а углубиться чуть подальше, почитать какие-то статейки, в общем, у меня просто есть уже нарезка, все не так однозначно, да, он действительно был во многом именно не репортажным рассказывающим, а именно уличным показывающим фотографом. Ну, к этому мы тоже вернемся. Так вот, Брессон, который впервые сформулировал основные принципы. Прежде всего, принцип какой у него принцип? Принцип решающего момента, да, слышали такую же фразу? Отлично. Ну, я, естественно, я рассказываю людям, которые второй будут учиться, и что-то, конечно, знаю, что-то, естественно, у кого-то что-то услышали, поэтому ориентир на вас был на эту лекцию. Но самое интересное, что оригинальное название не это. Оригинальное название «Картинки на бегу», да, французское издание, которое первое было издано, называлось «Картинка на бегу». Я боюсь просто называть это на французском языке, потому что я не владею. У меня есть здесь запись на этот счет. Вот, но там такая история получилась, что где-то он что-то там между делом ляпнул, и, ну, не ляпнул, в смысле написал, да, я имею в виду, что это реально между делом было. И английские, ну, или англо-американские издатели, они решили, что им больше нравится вот решающий момент, да, фраза. И следующее издание на английском языке было именно решающий момент. Всем зашло, все классно было, и тоже отвлекусь, почему я говорю, что лекция может быть чуть подольше, потому что я часто отвлекаюсь. Например, AlexWeb, в Magnum где-то там есть такая страничка, где Magnum, там, сколько-то лет после появления этой книжки, решающего момента, они попросили всех магнумусов основных своих показать фотографии, рассказать, что же для них решающий момент. Так вот, AlexWeb, например, знаете, AlexWeb, если не знаете, то сейчас узнаете. Тогда забегай немножко вперед. AlexWeb, например, сказал, что, тоже в Magnum, естественно, что долгое время фотографии Брессона и вот эта вот фраза «решающий момент» в голове у них не состыковывались. То есть, ну, был какой-то разлад, и он безумно был рад, когда узнал, что изначальная книга называлась именно «Картинка на бегу». То есть, картинка, вот человек идет, идет, про уличную фотографию, как раз, да, не про репортаж именно. Идет, идет, что-то увидел, поп, щелкнул, пошел дальше. Ну, может, задержался-то снимал, но суть в том, что вот такая история. Ну, и дальше возвращаемся к уличной фотографии. Я думаю, что вы без меня понимаете, что если мы возьмем там фотоаппарат, телефон, высунем все это из окна, чуть-то там пощелкаем на улице, да, пощелкаем. Уличная фотография, как на улице, что-то пощелкаем и представим, там, в инстаграмчике напишем, что это стрит-фотография. Конечно, что это будет не стрит-фотография, да, в принципе, это будет не фотография вообще. В, оказывается, да, в англо-американском сленге, я точно не знаю в каком, но скорее в американском, есть понятие снэкшот, да, это когда просто что-то щелкнул, и все, как бы, и ничего. В русском языке это будет выглядеть как просто случайный кадр. Вот. Есть, дальше мы идем уже немножко углубляемся. Есть такое стрит-сообщество, in public называется. Это старейшее сообщество, там у него целая большая история. Так вот, они там разъединялись, ну, в общем, очень прикольно все там интересно изнутри выглядит. Есть у них такой создатель, его зовут Ник Терпин. Ну, относительно молодой человек, там, не знаю, сколько он будет, 40-50, видимо, судя по фотографиям. Так вот, по словам Ник Терпина, уличная фотография, это не просто снимок, сделан на улице. Это некий кадр кинофильма, который мы с вами больше никогда не увидим, да. То есть мы выходим из дома, и каждый день меняется какой-то сценарий, люди по-другому ходят, да. Декорации машины меняются, там что-то, вывески еще что-то. Даже настроение режиссера, то есть нас, как фотографа, может поменяться, и мы совсем по-другому посмотрим на одни и те же вещи. Ну, и как он говорит, да что там говорить, даже накрапывающий дождик полностью меняет местную сцену. Представляете, да, погода поменялась, все, совершенно другая фотография. В вашем же дворе, где вы живете, там, по 20-30 лет, все поменялось абсолютно, и вам уже хочется сделать фотографию. А вот что говорил об уличной фотографии Роберт Дуана, да, это уже опять возвращаясь к Магнуму. Почему я возвращаюсь сейчас так, и именно называю слово Магнум, потому что, ну, нужно опять нафутить, да, репортажную фотографию. Он говорит следующие слова, говорил, нет такого режиссера, который мог бы устроить сценки, равные тем, что подбрасывает нам улицы. То есть он как бы намекает на то, что постановочную фотографию, да, мы там все режиссируем, режиссируем, но как бы что мы там можем нарежиссировать? Только то, что у нас есть в голове. Я сейчас скажу крамольные вещи, никому о них не говорить. Я когда рассказывал первый раз, слушал меня мой куратор, Савислав Владимирович, и мы с ним так вступили в диалог, ну, как бы все сгладили. Если вдруг вы почувствуете, что я где-то плохо говорю про репортажную фотографию, это не так. Просто так, о чем здесь может быть речь, да, о том, что когда мы снимаем репортаж, там тоже все равно у нас какие-то есть заготовки. Да, где-то у нас есть задание редактора, где-то есть, например, задание редактора 7 ноября обязательно снять красный флаг. Все, нам обязательно надо снять красный флаг. А если там, например, не красный флаг, самое интересное, а там исключающая бабуля, например, ну, условно, да, то в редакцию эта фотография не пойдет, а в уличной фотографии еще как. Потому что, ну, это передача ваших эмоций. Сейчас мы посмотрим несколько снимков. Вот, несколько снимков. А, еще, смотрите. Ой, все, не довестал. Не довестал. Вот фотография про юмор, да, если что. Простите. Это все тот же Умак-Умак, да, Сиркар Текин. И я должен был показать, ну, это просто я в последние дни начали менять лекции, хотел вам показать, да, собственно говоря, Андрей Картель-Лессон и его уличные фотографии. Да, они никакого отношения не имеют к, ну, можно их, конечно, в статью ставить без проблем, но я к тому, что, ну, скорее, скорее речь там про, ну, можно сказать, и цвет, да, черно-серый-белый, про форму, про линии где-то. Эту фотографию, понятно, я вставил, потому что мы ее живем в Ленинграде, да, это все дело снималось в Ленинграде, такая вот фотография подобия. Вот фотография настроения. А вот смотрите, если кто не знает Мартина Пара, это такой же человек, как Эликс Веб из, скажите мне, откуда, скажите, как его зовут, из Магмана. Вот, и Андрей Картель-Лессон подарил свою книгу Мартина Пару с подписью, смотрите, видите, для Мартина Пара чуть больше, чем решающий момент. Да, то есть, как бы, сам Алик Артель-Лессон никогда не применял фразу «решающий момент». Ну, по крайней мере, те люди, с которыми я разговаривал, и сам, когда я искал прямо специально, и читал вот его книжки со статьями, нигде не было указано, что вот решающий момент – это той пятой-десятой. Поэтому вот такой юмор, да, что на самом деле фотографии Брессона – это чуть больше, чем решающий момент. Чуть больше, чем придумали тогда издатели. Так вот, фотографии. Фотографии. Мы сейчас будем просто листать фотографии, ну, в таком интенсивном виде. Те, кто онлайн, я вижу ваши плюсики, все вижу, даже несмотря на то, что вам кажется, что я не смотрю на них, но я смотрю. Я вижу, что вы реагируете, поэтому тоже можете ставить, если вам интересно. Игра такая, если это уличная фотография, поднимайте руку, если не уличная, соответственно, не поднимайте руку. Ну, соответственно, если уличная, ставите плюсик, если не уличная, не ставите плюсик. Уличная фотография. Ну, давайте, дележ какой? Уличная фотография или репортажная? Ой, мы сейчас как раз, я к этому, да, и подвожу потихонечку, конечно. Это может быть семейная оказаться. Отлично, вот это прямо классная штука, да, Мне говорят о том, что фотография даже такая, может оказаться и семейной, действительно, почему бы папе не сферфирует свою дочку. Не обязательно же приезжать в этот бассейн на фоне завода, может они там живут, и поэтому фотография может быть семейной. Или же фотография может быть репортажной. Почему репортажная? Отлично, да, Винжин Стрит, отлично, супер. Почему репортажная? Ну, чуть дальше, чуть дальше. Специально сейчас нет дирижа на жанр, это будет в самом конце. Не в самом конце, точнее. Хорошо, про эту фотографию поняли примерно. Давайте следующее. Вот эта картинка. Ну, она все может быть репортажа Стрит, поэтому я и... Без проблем, да, как бы можно, можно и так хорошо отвечать, не вопрос. Ага, вижу там один. Ага, плюсик есть. Хорошо. Понимаете, здесь нет правильного ответа пока на данный момент. Он будет появляться в процессе. Мне придется щелкнуть, потому что так работает звук, к сожалению. Вот эта фотография. Да, это уличная. Ага, это уличная. Хорошо. Хорошо, может быть, для кого-то даже станет удивлением, станет удивлением те вещи, которые потом мы сейчас будем озвучивать. Окей. Что здесь? Что здесь? Что здесь? Ну, по крайней мере, все задумались, да? По вздоху я понял, что... Ага, вот тут минус, отлично. Не очевидно. Они все немножко не очевидны, конечно. Иначе бы я... Все можно назвать этап и так. Можно. А когда нужен какой-то четкий ответ, то уже... Да, конечно. Какой ответ? Да, ну, тут какая ответственность. Это фотопроект был. Отлично. Это супер, да. Мы об этом поговорим, на самом деле. А фотопроект самый интересный, уличный или репортажный? Хороший вопрос. Да, это же известный уличный фотограф. Видите, на одной и той же фотографии, это фотопроект, на самом деле, скорее всего, имеется в виду репортажно-документальный, а второй человек говорит, это же известный уличный фотограф. Это, на самом деле, очень круто, что вы так отвечаете. Почему, опять же, все впереди в тексте? Ну, здесь мы уже поняли, да, что это Брессон, я ее случайно продублирую. Окей. Здесь у нас уличная фотография или репортажная? Уличная, уличная. Здесь прям кажется, да. Ну, я бы на слабая репортажа. Ну, тоже на репортаж, да, похоже. Она передает, она может передать информацию. Ну, да, да, хорошо. Уже даже есть... Там и до, и после, и до, и до репортаж. А отдельный взятый, и... Вот, вот, супер ответы, на самом деле, классно, да? Говорят о том, что если снимался какой-то репортаж, да, о чем-то, есть картинки до и после, то это репортаж, да. Кто-то написал скрип? У кого? У кого-у-у? У него есть картиночка, там, врача, будет ли, кто, кстати, вибридность, проверяя, вибридность, параметра. А, да, ну вот в этом... Да, да, хорошо. Давайте, раз мы затронули этот момент. Нет смысла, есть игра форма фаза движения. Окей, Ася, на самом деле, все правильно сказано. Давайте я тогда немножко раскрою интригу, раз она взорвана. Я же показываю разным людям, да, и, соответственно, разным людям мне говорят разные ответы. Действительно, да, если мы снимаем целенаправленно, приезжаем на то, чтобы снимать наряков, условно говоря, там, выпуск или еще что-то, то это скорее репортаж, причем мы же, когда снимаем моряков, мы хотим рассказать, да, именно вот наша идея, как фотографа, рассказать другим людям о том, что произошло с моряками. Есть прекрасная фраза, которую я еще здесь проговорю, у Сергея Яковлевича Максимишина. Кто такой, там, репортажный фотограф или, в частности, у него это фотограф, рассказывающий историю, документальный фотограф. фотографы, это, ну, это, репортажный фотограф, это когда одни люди рассказывают другим, чем живут третьи. Понимаете, да? Это вот буквально в трех словах мы все прекрасно понимаем. Кто-то репортажный фотограф. Это фотограф, который рассказывает о моряках и рассказывает кому? Своим зрителям. Ну, там, неважно, чьим зрителям. Вот. Поэтому здесь то же самое может быть. Окей. Это, кстати, Ник Терпин, да, который я назвал уже создателем уличного коллектива. То есть, скорее всего, это человек, который не снимал репортаж, да, который занимался исключительно, так называемым, уличным товаром. Что у нас тут? Как вариант, да. А почему? Ну, ощущения же какие-то как-то можно? Очень много вызывает мыслей, где это, что это, почему он как несчастный человек, и, как правило, ну, людей такого рода занимать, как у нас цели. То есть, он цельноправный, что мы делаем. Славное, что мы делаем репортаж, если мы не делаем. Ну, то есть, вы не допускаете себе возможности, что я, например, находясь в Индии, да, это Рагу Рэй. Это, опять же, фотограф, это индийский фотограф, фотограф Магнума. Мы к нему еще вернемся чуть-чуть. Я за репортаж, окей. Он как раз-таки выскочил, в том-то и делаем. Он не выскочил, он живет в этой трубе, чтобы вы понимали. То есть, смотрите, какая двоякая история, да, Рагу Рэй, это такой человек, он как бы из-за репортажной фотографии и из-за уличной, опять же, как многие, мы опять же вернемся из Мармана. Он там сидит. Ну да, он там живет. Просто я знаю примерно историю, да, всей этой штуки. То есть, в принципе, я, живя в Индии или приехав в это место, я могу как уличный фотограф приехать туда и поснимать, понимаете, да? Но я могу и прийти сюда целенаправленно рассказать об этих людях. То есть, как бы, тут зависит от контекста, да, деления. Представляете, вот такой, я говорю, что про жанр, да, что один и тот же жанр, ну, или одна и та же фотография может принадлежать двум жанрам. Вот прям буквально может принадлежать двум жанрам. Тут вообще про клим можно сказать. Там тут вообще про много чего, да, можно сказать. Да, конечно, я не сужаю рамку, но я к тому, что многим жанрам, причем мы пока не узнаем контекст, мы вообще не узнаем. Может, он фотосессию себе решил устроить, да? Ну, там... Да, можно, можно нету. Ну, согласитесь, да? То есть, ну, грубо говоря, можно фотосессию себе такую устроить. Почему нет? Ну, как бы, все они разные. Вот. То есть, действительно, все зависит от... Слушайте, ну, ведь границы настолько незаметны, вернее, мы сейчас гадаем, но... Нет, есть, где видно границы, есть, где они понятны интуитивно, есть, где их нет, но, опять же, нужно понимать, да, когда мы занимаемся уличной фотографией, я всем говорю, что если вы сценку подстроили как-то, да, у Магнума тоже есть такие подруги, которые подстраиваются с центром... Истории ходят, давайте вот святое святых факультета не трогать, да, тем более, что все могут увидеть и услышать. Ну, это шучу, да, значит, не трогать, понятное дело. Вы понимаете, про Петросяна тоже много чего говорили. Петросян же знаете, да? Я у него учился, я у него учился тогда, когда вот этот вот реальный хайп вокруг его фотографий, что он там все подстраивает, когда он снимал именно длиннофокусные, ну, эти самые, часто, ой, пейзажи города, когда все там схлопывалось, вот это все, что ему все меняли, да, ну, или такие фигуры людей, которые сейчас редко, к сожалению, он снимает такое, ну, там, скажем так, странных людей, назовем это так, странных людей, которые мы чаще всего не замечаем, а он еще и снимает, он находит их и снимает. И все приписывали это к постановке, там, к фотошопу, что склеивает планы, вот это все. Я у него учился 4 месяца. Ничего не учился толковому, ну, это уже моя проблема, дело не в этом. Я просто увидел, как человек работает. Понимаете, я не видел, как Сергей Яковлевич работает. Ну, я очень сомневаюсь, прям очень сомневаюсь, что там глобально, вроде чего-то, там, что-то, как-то там. Опять же, в репортаже некоторые вещи-то допустимые, понимаете, там, передвинуть, ну, как допустимые. Это скорее к ветрам, да, вопрос, что там допустимо, а что нет. Но, грубо говоря, там, если надо снять, как мы здесь обитаем, да, если ощущение передвинуть чуть левее, что от этого изменится, кроме композиционного? Я знаю девушку, которая снимает пейзажи на поле и вон. Нет, пейзажи – это вообще отдельная история. Да, она делает коллажи, да, нарезает коллажи. Главное, чтобы все знали, понимаете? Понимаете, главное, чтобы… Нет, главное, чтобы все знали, что это коллаж. Если она обманывает, ну, тогда это как бы обман. Я же за честную фотографию, да? Да, Макари, да, он же вообще самый из них. Он там постоянно штангивал все эти штуки, да. Да, Макари, как вариант. Что у нас здесь? Репортаж или… А, что это, репортаж или стрит? Да. И мне кажется, это больше стрит, конечно. А представляете, я сейчас… Она может быть репортаж, но если нет репортаж на том, что на улице не выпускают людей… Ну, как я говорил Максу, да, фичеры. Пожалуйста. Стандартный день какого-то американского города. Почему нет? Или же я вам сейчас подкину такой городской пейзаж. Да? Как-то подходит к городскому пейзажу. На самом деле, это фотографа Стивен Шор. Он не то, чтобы прям стрит-фотограф и всегда там себя называл. Понятное дело, что большинство фотографов, которые мы притягиваем к стрит-фотографии, мы притягиваем по определенным признакам, да, чтобы вы понимали. Мы не говорим, что… Ну, я, по крайней мере, точно не говорю, что Стивен Шор – стрит-фотограф. Он фотограф в проектной фотографии, у него там своя история, но по большинству признаков его фотографии проходят через зауличную фотографию. Прямо вот один в один. Как мы выяснили, да, что все зависит от контекста. Поэтому я уверен, что он не обижается на то, что… Окей, да. Да, не похоже, не требует заказчика. По предыдущим. Окей. Кто у нас тут еще есть? Счастье у нас есть. Что тут у нас? Уличная фотография или репортажная? Уличная. Да, Соколаев, да, там написано. Если что, да, Владимир Соколаев, да, очень хорошо, что вы его знаете, да? Я, честно говоря, сам, у меня на смотре не очень много плюсиков. Окей. Значит, давайте смотрите. Про эти фотографии два слова. В то время, когда я снимал эту фотографию, ну, уличной фотографии такого названия не было, понятия. Да, вот это было несколько человек, я сейчас не вспомню, как назывался коллектив. Было несколько человек, вот они объединились и ходили, просто снимали. Просто снимали советскую жизнь. Они хотели передать, как живет человек, средний человек. Вот на самом деле прекрасные фотографии всего коллектива, Владимира Соколаева, вообще отдельно, посмотрите, прям очень-очень. В репортаж зайдут еще как. Вот, потому что он там снимал не только, он заходил в детские сады, там зарядки, все эти снимал, очень духовные штуки. Вот. Но в данном случае, да, очень похоже именно на уличную фотографию. На стандартную уличную фотографию. Есть стеночка, проходит человечек какой-нибудь прикольненький. Вот такой штампик. Но это штампик сейчас, да? Тогда, когда я снимал Владимир Соколаев, вот, конечно, и здесь, конечно, смысл, он передавал, такое, в советское время уносит счастье, да? Все, счастья не будет больше. Окей, давайте посмотрим, что здесь. Да, да. Просто что это, да? Достаточно вот этого, что это. Окей. Ну, к этому, самое, ну да, Георгий Конкасов такой странный человек. Согласен. Ну, мы иногда разговариваем на эту тему с моими студентами. Так, что тут у нас? Тут вообще, да, мне кажется, не вызывается никаких сомнений. Нагромождение форм, цвета, какие-то непонятные штуковые. Ну, прям стрит-стрит, да, согласитесь? Ага, все. Так, ну что ж такое-то? Что у нас здесь? Может быть, репортаж из-за листа. А на что больше похоже? На репостаж, на Петросяна. На Петросяна похоже, хорошо. А Петросяна с чем ассоциируется? С уличной фотографией или с репортажной? С уличной. С уличной. Репортаж, да, конечно, можно, да, там, вот у нас парад, с диваном, мы все понимаем контекст. Но посмотрите, снято это не про парад, да, снято про цвет, снято про поворот головы, про эмоцию, про вот такие вещи. И здесь можно, на самом деле, больше склонить все-таки чашу весов к уличной фотографии. Скорее, это какой-то репортаж, который случайно попал. Случайность и не случайно. Я тут услышал недавно такую фразу по одному, есть этот, знаете, даже целый выпуск посмотрел, чтобы потом дальше не смотреть. Ну, это чисто мои, да, «Звезды в Африке» или как там она называется, тема, на ТНТ, ну, такая же история, типа «Последнего героя». И там девушка одна сказала такую фразу, ну, там, молодая тиктопер, что, типа, как там, везет, типа, везет славно или как-то так. Я прикинул, что на самом деле это везет наоборот, да, везет, если посмотреть весь спорт, везет только сильно. То есть, как бы, человек приходит в финиш или побеждает в каких соревнованиях, ему там где-то повезло, шайба заскочет, там, яч залетел, кто-то споткнулся из бегунов соседствующих, и повезло, на самом деле, сильному человек, там, 10 лет, там, 20 потратил на то, чтобы заслужить эту победу. Так вот, я к чему? Случайность не случайная, да, то есть, что такое случайность? Почему? С телефотографией многие считают, что это физкультурка, а на самом деле нет. Ну, мы же вышли, мы же искали, мы же нашли, ну, как мы нашли, да, мы искали, вдруг оно вот… Окей, стрит, классная графика. Ну, да, я, как бы, за стрит, да? Репортажная съемка чаще что-то ассоциируется с какой-то светильной, и, как правило, стрит скорее не содержит какого-то, да, там… Скорее не содержит посыла, да, да. Ну, и любая противная, астрактная, там, цвет, форма… Может и содержать. На самом деле, посмотрите, в документальном, да даже в репортажной фотографии иногда можно найти. Мы сейчас доберемся вообще… Это интересно, ну, для меня, по крайней мере. Можете содержать, можете не содержать, но это не является первопричиной в ручной фотографии точно. В ручной фотографии является первопричиной «я хочу выйти погулять, насладиться, что-то найти необычное и показать это зрителю». Вот необычное, да? Необычное сочетание цвета с необычным сочетанием откинутой головы. Вот это все. Эта фотография, кстати… Если вы видите, то вы можете увидеть кадр и поймать их. Конечно! Ой, вы не представляете, что мои студентки в Лавине. У меня, представляете, первый поток был, 9 человек и все девушки. Ну, там, разного возраста, но я, потому что, почему студентки, я все это не говорю. Потому что все девушки. Не шутим на тему. Давайте, что здесь. Вот, кстати, вот это покажем. Ну, как отдельно, который не смотрит, поэтому… Можно секундочку? Всех знающих, буквально секундочку, чтобы не сбивать. Тут уже этот самый, я хочу узнать. Ну, может, я просто здесь заложенную историю, и поэтому так в истории ты уже давно будешь и создаешь какие-то связи, Чемоследственные… Не-не, все, я согласен. Просто жалко, конечно, что, да, там появился человек, который не знает эту серию. И, ну, можно посмотреть на, опять же, не в верхний угол и понять, что… Сергей Яковлевич, когда сюда приходил, он всегда… Он иногда, знаете, пару раз… Ну, я видел его больше, чем пару раз. И он пару раз говорил… Я стрит там не люблю, ненавижу, ну, какие-то такие фразочки. И… Один раз он приехал с клуба, как раз со своей группой, и говорит, я немножко не снимал стрит. И показывает там… Пытался сочетать… Было несколько человек в полосатых одеждах, и он ждал там третьего, четвертого, чтобы все сочеталось, но как-то не совсем все получилось. Вот так и сказал, что, говорит, смотрите, просто пытался, как бы, да. Я тогда, на самом деле, еще не понимал, конечно, что такое стритец, что, почему он не любит, еще так и проще. Но сейчас я бы дискутировал… Ну, не с ним, наверное, да, с ним тяжело, наверное, дискутировать. Да, это репортаж, это про… серия про… фотоисторию, да, правильно, по Сергею Яковлевичу, про детей-аутистов. Вот, но на самом деле, по всем признакам, если не знать этой истории, на стрит очень даже смахивает. Стрит-помещение, нагромождение, да, каких-то фигур, световых, цветовых, пятен. Ну, почему бы и нет. Так, что у нас последнее? Нет, не последнее. У нас еще две приколюшечки. Ну, тут, наверное, нет два якого толкования, да, вряд ли кто-то снимал про баннеры. Тут… 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 тут чистый… Да, фичер, да. Ну, реально, фичер совсем другой смысл. Ну, я же объяснил. Понятно, что если в качестве шутки все зашелись. Тарас Бычко, украинский фотограф, сейчас он так вообще не снимает. Скажем так, стал популяр… ну, не просто популяр… ну, не просто популяр… стал очень известен он именно в такой фотографии. Вот. Что это? Ну, явно стрит. Ну, тут явно стрит, да, тут… причем с Дартом Вейдером это уже такая… немножко к юмору, а юмор в репортажной фотографии… ну, где мы видели юмор в репортажной фотографии. Мало где, я бы так сказал. Вот. Хорошо. Прямо прекрасно. А теперь… смотрите, какая штука. сейчас начнем… сейчас начнем… начнем… если я не загружу, все вам показывалось… подольше немножко сделаем… если что-то не видим, ничего страшного… я немножко порассказываю, почитаю одновременно. Значит, смотрите, это Брюс Гилден. это… кто-то уже написал про уличного фотографа, ему, там, кто знает его как уличного фотографа, тоже будет интересно. Значит, а кто не знает здесь, присущего Брюса Гилдена? Нет. Отлично. Ну, этого более чем достаточно. Значит, соответственно, эту историю тоже никто не знает. Но вы смотрите, в 2010 году… я тут немножко прочитаю, вот красиво просто так написано, что бесстрашный американский фотограф Брюс Гилден, известный своими съемками жизни улицы Нью-Йорка, а Франция на Урал. Представляете? В 70 километрах от Екатеринбурга он обнаружил некое подобие Средневековья. В Средневековье Брюс характеризует жизнь бандитов из российской глубинки, с которой ему, соответственно, довелось познакомиться. И, честно говоря, это неудивительно, ведь увиденное, запечатленное на камеру Брюса, ну, то, что вы видите, да, способно вызвать шок не только у американцев, у американцев в первую очередь, но и у некоторых россиян. Честно говоря, когда в прошлом году я… ну, точнее, к январю, по-моему, или в декабре, я не помню, когда читал первый раз здесь лекцию, когда я готовил материал, я нашел «ДЖЖ» более-менее свежее, где там такой… такой просто… как это назвать? Трэш. Трэш, да. Словесный трэш, правильно, да. Был про то, что специально заслан американец для того, чтобы показать, как мы не живем, что у нас на самом деле хорошо, а вот он нас очерняет. Ну, в общем, такое было расписано. Но я надеюсь, мы с вами понимаем, да, что он просто снимал то, что ему показывали. Вряд ли он делает специально. А если кто знает Брюса Гилдена, он, собственно, смотрел фотографии его, да, например, пляжная фотография, я не помню, здесь есть он или нет, просто покажу, то понимает, что Брюса тянет на такое. Реально на такое. Ну, и все поймете. Так вот. Брюс провел, на самом деле, несколько дней бок о бок с уголовниками, наркоманами и прочими потерянными людьми, как он их называет. Русские умны и очень опасны. Многие выглядят так, как будто родились в результате инцеста. И они не против, чтобы их фотографировали. Так говорит Брюс Гилден. Брюс рассказывал, что во время съемок он покупал своим новым друзьям водку и курицу, чтобы войти к ним в доверие. Главными героями серии Брюса Гилдена стали некий бандит Сергей Половцев. Вот, кстати, кот, видите, кота? Кот — это аббревиатура коренной обитательной термой. Так вот, главными героями стал некий бандит. Вот он, Сергей Половцев по просечу кабану. Ну, и его друзья-подельники. Брюс назвал свою серию фотографий пикник с Сергеем. И, собственно говоря, вот эти фотографии с пикника — это его любимые кадры. Сергей может поломать вас пополам голыми руками. Но хороший парень. Последний раз Половцев попал в тюрьму, защищая свою мать. Обидчик получил тяжкие телесные повреждения. Это, чтобы понимать вообще, с кем Брюс Гилден намел дело. Сергей вот что говорит. «Я раньше был на 100% бандитом, но теперь нет. Теперь я стал старше, умнее и устал от этого, потому что не хочу возвращаться в тюрьму». Ну, теперь Сергей — бизнесмен. Он крышуя грузовики из Таджикистана, перевозящие запрещенные вещества, и решает вопросы. По-моему, нет человек, да? Да. Ну, и вот тут такая классная фраза, что «Все герои живут в пробовороте водки, насилия и преступности». То есть известной поговоркой «Раньше сядешь, раньше выйдешь». Была уже, да, фотография наверняка, которую мы видели, по которой мы рассуждали в Бламе. Вот он. То есть мы уже поняли, да, что многое зависит от контекста. Эта фотография хоть она и похожа на уличную, на самом деле своим таким, там, куски рукнов, да, мы даже видим какие-то коровы там выскакивает, такая прикольная приколюшечка. Но мы понимаем, что Гилден специально приезжал сюда, и специально это все делать снимал. Это мы уже поговорили об этом. Тогда мы можем поговорить дальше. Тут все долго работает. Окей. Смотрите. Я обычно показывал нее. Давайте посмотрим, какую она работает. Вот про что я говорил, что… Ну, это заходная картинка у меня получилась. Она такая еще про красоту. Дальше вы поймете, что Грюсу Гилду, но у нее другое понятие. Красоты, да. Так вот, кто такой Брюс Гилден? Он родился в 46-м году в Бруклине, в Нью-Йорке. Ну, сами знаете, что такое Бруклин. Я не знаю, но мы все примерно представляем, что это такое, типа бандитского района. И с этим местом связана большая часть его фототворчества. С детства Гилдена впечатляли прохожие и виды бруклинских улиц, на которые он смотрел за окна своей квартиры со второго этажа. Ну, а со временем, конечно же, все эти противоречные парни и жизнь улиц пришли к нему, собственно говоря, в кадр. В 98-м году Грюс присоединился к Марвену, завязывал кучу различных наград, постоянные выставки и коллекции. Ну, его работы были и есть в коллекциях музеев Нью-Йорка, Лондона, Токио, в частных коллекциях. В общем, такой очень знаменитый и большой-большой человек в мире фотографий. Важная фраза, как по мне, да? Как и многие его коллеги, Гилден часто уклоняется от объяснения смысла своих работ. Когда люди смотрят на мои фотографии, я не хочу говорить им, что на них запечатлено. Я хочу, чтобы они смотрели на картинку и придумали свою историю. И вот здесь маленькая сносочка, да? Смотрите, как красиво он говорит. И по мне это образное выражение мысли. То, что он показывает на своих фотографиях. Ну, мысли, в данном случае визуально, поэзия. Помните, я такие вещи всякие говорю. Возможно, он с первого раза не ложится на слух. Но я думаю, что если вы пересмотрите, вы немножко поймете, о чем я говорю. Что же касается стиля, Брюс говорит следующее. Я груб. Я думаю, что это во многом влияет на силу моих фотографий. Чем старше я становлюсь, тем больше приближаюсь. Я не хочу быть пронежливым. Я искренне и грубовато. Я уверен в себе и уважительно отношусь к людям. Похоже на уличную фотографию? Ну, не про репортаж, да, скорее. Хотя он мог, конечно, ходить, сделать серию и где-то публиковать со своей какой-то историей, ну, в смысле текстами. Но это уже больше похоже на… Как вариант. Как вариант. Ну, давайте я быстренько, смотрите, пролистаю то, что он снимает в Нью-Йорке. Ну, собственно, вот Брюс Гилберн. Так он какой-то снимает. Потому что почему я хочу пролистать? Потому что, во-первых, Трамп, да? Все знают этого человека. Вот. А, во-вторых, есть здесь картиночка. Наша картиночка, помните, да, я? Здесь как раз про улицу, да, тут все как бы понятно. Окей. Дальше досмотреть не будем. Достаточно популярный фотограф, его можно найти и насладиться его фотографиями. Подборок – миллион. Сейчас будет гораздо интереснее. Не для всех, может быть, но интереснее. Третья часть про Брюса Гилбера. Да, так уж сложился мой рассказ про уличную фотографию, не забываем. В 15-м году Гилберн опубликовал книгу «Лицо» или в оригинале «Фейс», состоящую из портретов, сделанных с крайне близкого расстояния. Даже по его меркам. То есть мы видели только, что жизнь Нью-Йорка, да, это близкое расстояние. Вы же снимали на улице, надеюсь? Успели это немножко снимать? Понимаете, что близкое иногда не совсем комфортно, да? А это крайне близкое расстояние. Улич в кадрах, как видите, как правило, не видно. Только лица людей, на которых следы оставила сама жизнь. В них то, от чего прохожие обычно отворачиваются, не считая бесправности – алкоголизм и наркомания. «Я хотел бы добраться до чьей-нибудь души. Она интересует меня больше всего. Хочу, чтобы зритель почувствовал этого человека». Так говорит Брюс Гилберн. «Можно ли назвать, уже зная контекст, вот эти снимки уличной фотографии?» Вполне, да? То есть это может быть и документальный проект, как документальный проект не поднесено, может быть и учить фотографию. Опять же вопрос жанра. Да, тут как бы… Потому что одно и то же можно посмотреть с разных сторон. Я сейчас немножко пролистаю. Что, извините? Да, да, но я же показал, да, как он снимает. Ну, а здесь понятно, да, как он снимает. Он же подходит к человеку и в первый раз, когда столкнулся с этими снимками, не смогла долго их рассматривать. Да, но это понятно. Вот мне почти все говорят, что такой кошмар зачем снимать. Но проникаются многие. Стоит только немножко приглядеться. Причем самое интересное, знаете, проникается, я говорю, да, ну, можно даже немножко рассмотреть самих себя на них снимки. Мы видим, да, что он… Не просто это прохожие какие-то, он их останавливает и просит… Мы же понимаем, да, по контексту, что он останавливает их, просит сфотографировать, фотографирует, там, ну, прощается, дальше расходится. Вы же понимаете, да, что это такая условно-постановочная фотография. Видно же, да? Ну, я надеюсь, что видно. Так, давайте дорестаем. Вот, смотрите, как вы видите. То есть, вы буквально смотрите им в глаза. Буквально ваши глаза на уровне и глаз. И буквально можете рассмотреть до деталей. То есть, вот сейчас написали, да, кто по интернете по нему с первого раза нормально посмотреть. А тут целая выставка. Такие трехметровые картины. Вот. Вот такая вот история. Хорошо. Но я к чему все это ввел, да? Смотрите. От репортажного Брюса Дилтона к уличному и портретно-уличному. То есть, один и тот же человек, как бы занимаясь вроде репортажем. Это же Magnum Агентства Репортажа. Ну, вот. Вот, вот. Глаза яркие у всех. Смело в том. Вы знаете, насчет смелости у меня есть целая лекция по поводу этого. Оказывается, дело не только в этом. Может быть, даже не совсем в этом. А может быть, дело даже вообще не в этом. Дело во многом в своей внутренней гармонии. Ну, это там отдельно два часа, да, текста. Давайте. Знаете, кто это такой? Ну, я уже спрашивал. Никто не знаете Алекса Гордана. Ну, это ничего страшного. У нас же есть на это время. Алекс Веб. Начну с цитаты, да, чтобы было понятно, что это его слова. «Медленная прогулка задает нужный ритм для съемок города. Я непринужденно скольжу по улицам. Мои инстинкты на чеку, а мысли блуждают. Прогуливаясь, я впитываю в себя город и теряюсь в нем». Ну, это, собственно говоря, слова этого самого известного американского фотографа, члена легендарного агентства Марна. Веб родился в 52-м году, то есть, ну, практически 1 год, когда Гилдана 6 лет родится всего, в Сан-Франциско. Виртуозный мастер цвета Веб начинал с черно-белых фотографий, как мы видим. «В 1975 году я достиг своего рода тупика в фотографии», рассказывал он в своем интервью. «Я фотографировал в черно-белых тонах. Тогда моей средой был американский социальный пейзаж в Новой Англии и вокруг Нью-Йорка. Пустынные автостоянки, населенные неуловимыми людьми, выглядящие словно потерянные с сатуриной улицей. Фотографии становились немножко чужие, иногда нелепые, иногда забавные. Возможно, немного нереальные, эмоционально отдаленные. Так или иначе, я ощутил, что эта работа не цепляла меня. Когда я начинал снимать уличную фотографию, заметьте, он прямо говорит, я снимал уличную фотографию. Я снимал, как Анрик Артибрессон, поиск решающего момента, быть терпеливым и сочетал интересные предметы и фоны. Однако через некоторое время я уперся в глухую стену. Мне было неинтересно работать таким образом. И тогда я случайно нашел материал о работе Грюса Гилдана. Тоже снимающего уличную фотографию. И был очарован. Я тоже стал экспериментировать, снимая со вспышкой. И пришел к выводу, что плотный контакт с объектом съемки мне более интересен. В конце концов, я нашел себя в том, что мне нужно быть как можно ближе к объекту. Быть коммуникабельным и искренним, чем каким-то невидимым и пассивным наблюдателем. Да, теперь он ставит себя противовес, ну, противоположно Брюссона. Совсем не такой. Так, тут он что-то написал. Впечатляюще. Ну, я надеюсь, что все фотографии более-менее вас заденут. Вот смотрите, какая штука, да? В конце 70-х годов Вэн полностью перешел на цвет. Почему он, у меня здесь не написано, но почему он перешел на цвет? Потому что он съездил в какие-то страны, я сейчас забыл, к сожалению. Ну, условно, на Кубу, но не на Кубу на самом деле. В такую же цветную страну. Посетил две страны. И он посетил, сначала ездил, снимал на ЧБ, а потом поехал в цвете. И понял, что черно-белая фотография просто не передает то настроение, которое он видел своими глазами. И стал снимать в цвете. Так вот, часто именно Вэн называют отцом современной, именно современной уличной фотографии. Но, собственно говоря, если он не отец, то точно какой-нибудь соотец, да? Именно он изменил уличную фотографию так, что миллионы фотографов, сами того не понимая, пытаются ему буквально подражать. Буквально, вот можно даже посмотреть на эту картинку, да, на любую картинку и понять, что так или иначе люди по-другому... Ну, так многие работают со светом, да, с вот этими книгами фигурами. Но, конечно, вэп, ну, извиняюсь за выражение, из-за того, красавчик. Ну, ладно, это мое мнение. Я его стараюсь не навязывать. Фотожурналистика и фотоискусство присутствовали в агентстве с самого начала, говорит Алекс. Всегда был Cartier-Bresson и всегда был Боб Капа. Cartier-Bresson чуть ли не с самого начала своей карьеры устраивал выставки в Лувре и в Музее современного искусства. А Капа отправился на войну. В Магнум всегда было это деление и эти два полюса фотографии. Понимаете, да, что такое? Брессон устраивал выставки, а Капа поехал на войну. Там даже объяснять ничего не надо. Кто чем занимается? Кто занимается условной уличной фотографией, а кто снимает репортаж? Тут прям четкое деление. Аникса ВВ часто спрашивает о том, как же добиться успеха в уличной фотографии, найти свой стиль. Но на этот вопрос он отвечает просто. Нужно много работать и ходить пешком. Ну, вы, наверное, слышали, я честно говоря, честно вспомню, чья эта фраза, что самый... Ну, тоже у кого-то спрашивали из Магнума, из Чарабева, потому что еще фотография. Что нужно, что главное в фотографии? И ответ был такой. Хорошие ботинки. Слышали мне такую фразу? Она есть. Хорошие ботинки. Ну, соответственно, меньше ноги устают, больше вы проходите, больше видите, больше снимаете. Дальше смотрите, Алексей, что говорит? Что делают уличные фотографы? Идут и смотрят. Ждут и говорят. Затем еще смотрят и ждут еще. Пытаясь сохранить уверенность, что неожиданное, неизвестное ждет просто за углом. Удача или, возможно, интуитивная прозорливость играет огромную роль. Вы можете знать точно, когда что произойдет. А самое захватывающее всегда происходит внезапно. Если вы выходите, снимаете в течение дня и делаете 100 снимков, вы можете получить, ну, к примеру, одну приличную фотографию. Делаете 200 снимков, вы можете получить две фотографии. 300 – три. Если вы будете отсутствовать во время съемки, ну, здесь слово «отсутствовать», это имеется в виду «головор», да? Вы будете думать о чем-то другом, там, смс-шку писать, там, еще что-то. Если вы будете отсутствовать во время съемки, это точно не сделает вас лучшим уличным фотографом. Фотосъемка неотделима от осмысления и понимания. Помните, что вы сами делаете свою удачу. Выходите и снимайте так, как можете. Чем больше вы ходите и снимаете, тем больше шансов, что вы сможете получить больше хороших изображений. Знаете, такая странная штука. Мы, я действительно, так как веду сообщество, и почему-то многие там думали по своему ВКонтакте, что я там какой-то молодец, вот, задавали мне всякие вопросы, как, как, чему-то там научиться. Ну, вот, особенно, например, теперь у меня есть выпуск, да, я могу такой мини-социальный эксперимент. Количество переходит в качестве. Ну, никак по-другому. Понятно, что у нас там есть какие-то ограничения, мы упремся в потолок, и для того, чтобы прорвать этот потолок, нам нужна чья-то помощь, да, например, фотофакультета, или открыть книжку про какого-нибудь художника, или посмотреть фильм. Опять же, мы об этом все поговорим. Но суть в том, что действительно нужно больше ходить и снимать. Да, если мы и говорим про репортаж, соответственно, брать больше тем, больше тем освещать, и так далее, и подобных. Есть был такой фотограф, Уильям Эгглстон. Так, мы будем его даристали, но я не буду всех фотографировать показывать, потому что я не знаю, сколько мне нужно на это времени. Уильям Эгглстон. Вот его фотография. Это был прям совсем один из первых людей, который пришел на цветную фотографию, да. Он однажды сказал такую фразу. Я боюсь, я даже не могу представить, какое количество людей не видят в фотографии ничего, кроме прямоугольника с изображением объекта в центре, которое они могут идентифицировать. О чем речь, да? Ну, перефразируем на уличную фотографию назовем это так. Часто уличную фотографию смотрят, например, Алекса Веба, да, и говорят, ну, что-то какое-то нагромождение там рук, ну, какие-то куски, обрезки, люди не понимают. Ну, не понимают, потому что они чаще всего просто не осмотрены. Я провел этот эксперимент на кучу-кучу своих знакомых, и часть этой кучи знакомых теперь время от времени просят что-то прислать. Несмотря на то, что я не считаю, что я вообще молодец в этом отношении, но они просят что-то прислать, потому что они такого раньше вообще не видели. Понимаете? Про эту лампочку, да? Рассказ простой. Во время, когда Эгглстон начал снимать цветную фотографию, цветной фотографией не занимался никто, буквально никто. Ну, то есть, понятно, не было века интернета, мы не знаем, точно ли никто, он самый первый. Ну, в общем, он был одним из первых. Он был самым первым, кого пригласили в Нью-Йоркский музей современного искусства с персональной выставкой, да? То есть, сначала было как по истории, забыл, как зовут, они были знакомы, фотографа, который вообще впервые выставился. А что значит выставился? Это значит, что фотографию признали искусством, да? Это была черно-белая фотография. А потом цветную фотографию набили, ну, я говорил уже, да, что это такая была чуть ли не порнография, да, так считали. И его выставили. Правда, он был не первым фотографом, кого выставили в том музее, но первая выставка прошла там, никто ее не заметил. Но Эгглстон выставил там вообще, и многие говорят, что именно он был первым, кого выставили в этом музее. Суть не в этом. Я к тому, что насколько тяжело, да, было пробиться с такой фотографией, тем более с такими мыслями. Представляете, это же просто фотография лампочки. Ну, по большому счету. Ничего же здесь такого, если про смысл говорить, да, вот люди, которые занимаются репортажем, особенно, которые долго занимаются репортажем, они говорят, ну, блин, я не говорю про эту фотографию, вообще, в принципе, про улучшную фотографию. Недавно с парнишкой общался по поводу там другого, ну, еще зацепим это все. Говорит, я не понимаю фотографии, зачем они нужны? Зачем нужны? Ну, эти фотографии не должны рассказывать про что-то. Они могут передавать эмоции, могут передавать, не знаю, что-то. Кандинского Малевича, если кто-то по чуть-чуть там чего-то понимает, уважает. Там есть вот такой вот текст, после которого многие тоже задумываются над тем, насколько это интересно. Но не будем их трогать пока. Давайте попробуем разобраться, так ли это. Правда ли, что нам для того, чтобы понять, хорошая фотография или плохая, нужно идентифицировать что-то в этом снимке. Сейчас, значит, сейчас такой социальный эксперимент, условно, ну, я так условно это называю. Значит, я покажу картинки какие-то. Значит, у меня большая просьба не выкрикивать ничего с места, а просто поднимать руку. Если кто-то понимает, что происходит на экране, просто поднимайте руку. Соответственно, те, кто у нас в онлайне, ну, пишите просто плюсик, чтобы я понимал, что сколько народу вообще понимает, что происходит на экране, да? Информативно? Да, информативно. Просто что-то стало понятно, все, рука поднята. Вы все поймете. О чем я говорю, все поймете. Сейчас я только сделаю это. Рука, да? Все, потихоньку приходит, да, осмысление? А есть еще кто здесь в оффлайне, кто не понял? Поднимите руку, вы. Ну, имеется в виду, что происходит на экране буквально. То есть все все поняли, да? Да. А, не понимаете, да? Сейчас до конца посмотрим. Я почему хочу до конца? Пока еще раз проиграем. То есть что? Ага, отлично. Там с ним человек уже. Ага, поэтому прошу писать плюсик, а не Аня, да? Ну, обычно видят ложки. Видят, да, что видят ложки? А где все поняли? Ага, не все поняли где. Замечательно. То есть все равно что-то осталось загадкой, да? На самом деле это в посудомоечной машине. Теперь вопрос у меня такой. Изначально был какой-то интерес? Что это? Ну, не что это вообще. Было интересно? Ну, какая-то штука. Были ассоциации. Были ассоциации. Какие? Ну, у меня эти виды ложки. Да. Это уже когда понятно было, что это виды ложки? Ну, сначала вообще было не понятно. Это просто металл. Ага, было понятно, что металл, да? Вот я, смотрите, когда я впервые увидел эту штуку, я... Сейчас прочитаю, что у нас там уже... Механизм, да. Смотрите, я тоже сначала подумал, что это там двигатель мотоцикла, например, да, похоже. А в комментарии я там открыл окошечко, и первый комментарий, который мне попался, написано было, ой, блин, эти виды ложки. А я подумал, что это корабль чужого. Да, такая штука прикольная. Ну, хорошо. Замечательно. Ну, это сейчас включаем интерактивчик небольшой. Да, да, связанный с движением. Окей. Вообще, интересно было, пока не стало понятно, интересно было, что какая-то фигня происходит. Замечательно. Ну, это удача, чужой два. Согнаем руку, если что. Хорошо. Ассоциации какие-то есть? Здравствуйте. Не, не. Ассоциации у тех, у кого изражения не устало. Да, да, я понял. Насчет руки я вижу, ага. Все, есть, да? Да. Отлично. Но по улыбкам я вижу, что они не все в улыбке, да? Извините, а как вас зовут? Марина. Марина. Я просто не... Вы там спрятались. Я всех вижу, да, лицо, а ваше нет. Почему? Мне это важно, потому что, ну, я же под каждым материалом, мне интересна как бы и ваша реакция, да? И кто поднял руку хорошо, а потом возникла улыбка. Ну, значит, прикольно, да, вот эта штука, когда ты смотришь на одно, ассоциации, понятно с чем, да? Сейчас давайте прочитаем, 14 сообщений пришло. Аквайр, мозги точно, сквозь стекло, медуза, мозги, червяки, ну класс, вообще супер. Я вообще не поняла, кто это, но это кот, да? Если вы не поняли, давайте еще раз секундочку посмотрим. Это кот, как они там называются? Эти лысые, да, сфинксы. Господи, это сфинкс, да. Вот, господи. Ну, я не господи, но это сфинкс. Прикольно, да, согласитесь, что такая? Вот смотрите, опять, я почему слова Эгглстона привел, да, что нам нужно, чтобы мы понимали, что изображено. Во многом, чаще всего, пока мы не отделяем, скажем так, смысл от визуального, нам действительно нужно. Вот это корабль чужого. Мы пока не найдем, как это работает, да? Я не говорю, что это 100% так работает, но вроде как, я так, конечно, почитал на всякий случай, что работает именно так. Мы видим перед собой изображение какое-то, и наш мозг начинает сканировать нашу всю память на похожую штуковину, да? Да, прямо реально, начинает подставлять, подставлять, подставлять. Что он видел? Он видел фильм «Чужой», отлично. Подставил все, корабль «Чужой». А, он видел там, что когда-то где-то показывали рекламу мотоцикла, да? Как раз по цепям, по движку вот эти все линии часто показывали. Окей, здесь мозг. Кто не видел мозг, да? Мальчики видели крэнга в черепашках, кто-то видел там какие-то операции в новостях, кто-то еще что-то. Мы все примерно представлены, как это все умеет. И вот мозг, да? И мы сначала смотрим, мозг, ну как-то согласитесь, так себе. А потом, когда мы видим реально, да? Ну, как бы, когда мы понимаем смысл, и смысл другой, мы немножко даже улыбаемся. Но тут главное ломить. До того, как мы реально понимаем, интересно это или нет. Ну, с мозгом понятно. Это такая приколюха, которую я специально сюда вставил, чтобы мы улыбнулись от того, что все совсем не так. Ну, а с первым интересно, да? Что для многих, я не знаю, там с вами еще не разговаривал. Для многих интересно именно то, что вот они не понимают, что это, но это красиво. Вот это, да? И это отсыл к тому же кондинскому и прочему. Ну, сейчас будет еще что-то. Что-то уже не совсем может оправить. Может оправить, смотрите. Красинка? Тут все понятно. Вам нравится? Отлично. Посмотрите. Еще раз запущу. Похож на фотографию? Да. Вот так даже еще лучше, да? Ну, видео это же нарезка фотографий. Не просто же так, да? Все это показываем. Ага, нет. Тут все сейчас, подождите. Да. На этом ролике все проще, да? Тут работа света. Я просто показываю, как мы видим фотографию. Ну, в смысле, как она может появиться, да? Во-первых, еще прикольная такая фраза есть. Кадр красивый вышел. Ну, поверьте, этот человек снимает еще интереснее. Есть фраза Рабурея, которую снимал этот человек в трубе. Фраза, ну, она у меня есть здесь, но сейчас вставлю ее. Она звучит примерно так, что когда мы снимаем фотографию, когда мы ее конструируем, да? То есть мы пришли на это место, и мы видим фонтан, видим там девушку, соединяющуюся волосами. То есть сначала... Сейчас, где-то. Когда мы видим вот такой вот сюжет, да? Нам кажется, этот кадр красивый. Ему вот щелк, и все. И он говорит о том, что этот кадр будет настолько хорош, насколько хороши мы. Насколько мы хороши, как конструкторы. Понимаете, да? То есть если мы не умеем, как бы... Ну, кто-то у меня сегодня спрашивал... Ну, неважно. Если мы, ну, как бы плохо видим такие штуки, ну, вот будет вот такой кадр. Хотя он сам по себе не чешный, да? Согласитесь. Но он говорит, пока в кадр не войдет что-то, что-то извне, что-то волшебное, сверхъестественное. Смотрите, вот сверхъестественное то, что мы не можем предугадать, да? Смотрите. То есть оно же ворвалось в кадр не потому, что мы этого захотели, не потому, что мы пнули голубя, да? А потому, что вот оно что-то само сложилось. И кадр этот может быть одним из слепков вот этого видео. Окей. Дальше. Тут можно руку поднимать. Окей. Люди по-разному на это разберут. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. На этой фотографии быстрее. Это ни о чем не говорит. Ага. Отлично. Это реально ни о чем не говорит. По мне вот такие вещи лучше видеть, ну как бы узнавать эти вещи чем позже, тем лучше. Это прямо такая очень-очень классная поколюка. Разобрались? Вы не разобрались? Окей. Ну, есть. У меня есть фотография. С фотографией более понятно? Ага. Кто не понял, присмотрись фотографии. Не отражение. Просто через решетку. Да, просто через решетку. Правильно. Чем-то понятно было. То есть непонятно. Парень, естественно. Да. Ну, то есть, как бы понимаете, автор что-то сюда привносил, и вот он сделал такую загадку. Знаете, загадки типа детских? Я вот эти фотографии сравниваю. Ага. Вода, солнце и черты. Да. Ставьте только плюсики. Будет все понятно. Просто чтобы всех остальных не сбивать. Чтобы они... Понимаете, вот эти загадки, они должны быть каждым разгаданы. Иначе по... Если кто-то подсказывает раньше, чем... Ну, такой обрыв. Знаете, были раньше такие загадки. Например, ну, на расстоянии там километра ночью стоят два военных корабля, и вдруг один неожиданно тонет. Ну, и подает сигнал бедствия. Включая... Ну, в смысле, этот самый. Прожектором подает сигнал бедствия. Прожектор то потухнет, то погаснет. Почему второй корабль не пришел на помощь? Ну, пример понятен, да? Просто знаете ответ. Почему не пришел на помощь? Потому что прожектор то потухнет, то погаснет. Да, то есть он не включался. И вот эти вот фотографии и видео, это такие же примерно приколючечки, да? То есть в них есть немножко юмора, есть, ну, на всякие ассоциации или на то, что я говорю уже... Ага, вот, видите, даже здесь улыбочки пошли. Отлично. Значит, примерно... А, атомля. 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 Окей. Дальше смотрите в видосик. Кто понимает, кто не может. Окей. Затем, чтобы если я не подпишу файл словами, будет проще догадаться. А так вы смотрите, думаете, что там подсказка, а там все не так. Есть, да? Понимаете? Есть версия. Ну, давайте версию уже два раза посмотрели, можно версию. Да, это обычная стена, которая зашивается. Знаете, когда ремонт у нас часто зеленой такой сеткой застилается, а здесь, здесь, здесь просто не у нас. Да? Смотрите, есть картиночка на правой маленькой. Видите? Смотрите, фонарь. Видите фонарь? Да, светодиодный. Эти самые обычные. Видите? Это, ну, получается, вот стена, сбоку немножко вид. Получается просто на стену. Понятно, да? Окей. Все, все не просто так. Но я надеюсь, что вам интересно. Ага. Ну, надеюсь, сейчас-то понятно, после моей повсуждения Ася. Как там? Что это стена? Ага. Ну, отлично. Так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Да, отлично. Здесь уже не надо. Это не про то, а сейчас будет. Просто смотрите, как это красиво. Как симпатично работает свет, да? Ну, симпатично? Окей. Работает свет вот так, а картинка выглядит вот так. Картинка выглядит вот так. У этого человека на фотоаппарате есть возможность снимать фотографию параллельно с видеосъемкой. Поэтому он этим занимается постоянно. Да. На самом деле очень здорово, да, что кто-то, кто-то, что-то уже, по-моему, славу полю. Да? Гудлин великий и ужасный. То есть он даже селфи толком не может нормально снять. Но он все это делает. А? Я думала, надо это лучше сделать. Конечно. Конечно. Оно как бы... Возможно, это даже его дочь снимал. Потому что, ну, насколько он все время говорит, там, он очень много времени проводит или проводит с дочерью. Ну, это относительно свежий, не больше таких. Он очень хороший, добрый человек. Судя по Пенхасов. Георгий Пенхасов – это единственный наш представитель в Мармоне, да, который живет во Франции. Вот. И дальше смотрите. Дальше мы сейчас пробежимся по фотографиям. Они того же рода, что мы смотрели видео. Вот. А в конце послушаем кое-что. Сейчас. А, нет, сначала послушаем. Так, а как бы сделать так, чтобы было слышно? Сейчас уже все, с загадками почти покончено. Сейчас мы сделаем так, чтобы было слышно. Проблема в том, что у нас... Ой, так. Сейчас. Секундочку. ГТ самолично. Видите, как у нас? Все, спасибо. Так, спасибо. Я сейчас напомню. Так, а все, кто далеко, я постараюсь вам микрофончик поставить туда, откуда будет звук, откуда он тут. Не знаю. Но надеюсь, вы что-то услышите. Если не слышите, напишите там мне минусик. Я вам не знаю, что сделаю. Что-то сделаю. Какая скорость? Вот смотрите, видите, какой паттерн узора? Вы же не сразу видите там лицо человека, женщину, пьющую чай. Согласны? Видите, идет небольшая задержка. Вам это интересно? Да, все понятно. Визуальная культура не интересно. Для человека концептуальной культуры, оно непонятно, он не понимает, зачем это надо. Информации никакой нет. Понимаете, о чем дальше? То есть, уже здесь в зале вы разделяетесь на концептуальное восприятие и визуальное восприятие. Сейчас будет дальше. Это специальная пауза, чтобы вы поняли, что люди делятся на две главы. Вы знаете, можно я вам неприличный... Мне хочется... У меня есть какие-то свои тесты. Скажите, мне интересно у вас узнать одну вещь. Вы же все путешествовали в гостиницах. Нет же людей, кто не был в гостиницах. Все были в гостиницах, да? В гостиницах, когда вы ложитесь спать, кровать обычно заправляют ее, как конвертик. Согласны? Некоторые люди, они вот так в конвертик спускаются и сладенько спят. А некоторые неистовые, собачьи, овчарочные, то же самое, ее разрывают, накидывают и ложатся. Вот кто собачий, неистовый? Кто вот так делает? Вот кто? Поднимите руку. Посмотрите сами на себя. Сколько вас... Видите? Сколько в зале. Вопрос не связан с предпочтением. Процентов 90, согласны? Я два месяца назад был в Марокко. В хорошем отеле. Там съемки проходили. И я был фотографом на этой съемках. И когда я вышел, столкнулся с этой самой, которая убирается, корничной, скажем. И сказал, извините, вот у меня вы одеяло так делаете. А если вы не хотите, я вот так разверну. Да нет, какая разница. Заворачивайте, не страшно. Я ее сам разверну. Мне не сложно это сделать. Но у меня вопрос очень такой... Я исследователь, мне хочется знать. Вы же вот собираетесь у всех. Скажите, вот сколько людей, вот как я, делает. Вот и так делается. Все остальные вот так ложатиться. То есть вы видите, если бы я лекцию читал людям, которые там были, они же все ушли бы сразу. Им неинтересно. Потому что у них другая... То есть очевидно, вас от них отличает какое-то другое начало. Какое? Это вопрос антропологический. То есть здесь на лекции определенная антропологическая группа в полосе. Понимаете? Которая думает так. Но не думайте, что весь мир думает так. Померьте, что мы в меньшинстве. Согласны? Мы не думать никогда в этом. Никогда. Нет. А то, что разные люди, разные ментальности, когда вы собираетесь, вам кажется, что все люди похожи, то... Ну давайте посмотрим фотографии. Вот эта фотография. Видите? Я не знаю, вам просто нравится или нет. В них есть некая поэзия. Ну, допустим, расшифрую эту. Это недалеко отсюда находится ресторан Метрополь? Нет? Националь. Хорошо. Я так полагаю, все услышали. Все кому нужно. Не лайкают фото. Это нормально. Это нормально. Как вы поняли, да? Поначалу с луками и ложками, что вы сами не поняли, что это юг и ложки. Поэтому, если у вас похожее фото и его не понимают, это более чем нормально. А для чего это видео, да? Во-первых, он говорит, в этом фото есть некая поэзия. Вы слышали, да? Я, естественно, продлевал этот ролик, кроме таких слов, чтобы он сам об этом вам сказал. Во-вторых, вы примерно поняли, что все люди разные, да? И не обязательно, если мне нравится, там, условно, булочная фотография. Одно вам может смотреть за другое. Но, вообще, просто хотелось, чтобы вы немножко почувствовали, что это за человек, да? Как он говорит, какой у него голос и какой он вот такой. Да, смотрите, у меня тут еще пару роликов есть. Смотрите, какие. Тут уже не надо ничего угадывать. Тут все прямоременно. Красивенько? Ну, это, может, не обязательно красивенько. Но, понимаете, да, почему я спрошу красивенько? Что должно быть красивенько? Сочетание узора на платье и сочетание того, что творится внизу. Окей. Поймите правильно. Мне недавно... Теперь я могу сказать про кого. Все, все, можно плюсики не ставить. Сейчас как бы все проще будет. По крайней мере, там будут загадки. И будет одна загадка, когда я остановлю вас всех и всем попрошу плюсики. Вот. Но, в основном, будут такие простенькие загадочки. Что тут? Я уже не помню, что у нас. А, смотрите, простенько. Смотрите, какая штука. У меня тут на днях один фотограф, которого я там знаю лично, постоль поскольку. Ну, неважно. Спросил. Ну, точнее, что-то там заговорились мы в переписке в Инстаграмчике. И он говорит, я Книфасова вообще не понимаю. Ну, вы тоже не понимаете, Книфасова, когда начали смотреть «Вилки-ложки». Я не знаю, зайдет вам сейчас все то, что мы будем о нем говорить. Я сейчас не то, что полюбите его. Это про уличные фотографии в том числе. Потому что он занимается этой фотографией. Ну, вообще, смотри, симпатичный момент. Красивенько светится пакетик. Тут же глобально ничего нет такого. Человек просто заинтересовал пакетик. Вот, допустим, его дочь, скорее всего, опять же, часто. Ну, не все это важно, кто это держит. Держит, и он снимает. Да, это, конечно, куличная фотография, типа постановка. Но это его зарисовки. Вы знаете, вот представьте, что он художник, и у него есть скетчбук. Вот он набрасывает там силуэт прохожек, еще-еще чего-то. Вот это его скетчбук. Вы поймите, что его инстаграм, если кто туда залезет, а я надеюсь, что вы все залезете и прошерстите его весь. Потому что, ну, это прям потрясающая штука. Я сам редко это делаю, вот. Но это я, да. Вообще, вообще, очень круто это делать. Что это не те фотографии, которые мы постим в инстаграм. Мы что делаем? Ну, там, о, у меня лучшая фотография. Давай-ка я, оп, чтобы ее залайкали. Кто-то написал. Вот, сейчас что-то тут. Ага, смотри, красиво. Мы, как бы, кладем лучшие фотографии, чтобы нас заметили, чтобы нам больше отлайкали, чтобы, дай бог, кто-нибудь один присоединится к человеку, у нас это стало на 183, 184 подписчика. Вот мы были царями и богами. Ему это все не нужно. У него есть магма, у него есть куча заказов, у него есть интереснейшая жизнь. Ему интересны наблюдения за жизнью. Вот этот кусочек – это наблюдение за жизнью. И каждая его фотография – это наблюдение за жизнью. Маленькое. Дальше, смотрите. Да, здесь надо сказать, либо поднять руку, либо написать плюсик, если понимаете, что это. Да? Окей. Знаете, откуда? Ну, в смысле… А, просто нас? Окей. Ну, ладно. Мы здесь не будем долго задерживаться. Что это? Баклажан. Отлично. Часто делают. Класс. Почему? Приколюха, да? Я когда был в Угличе, когда еще был студентом местным, и он показывает фотографию, вот этот неоновый свет, и кто что-то только не говорит. Вы сами видите, что это баклажан? Согласны, да, что это? А я – нет. Я без шуток. То есть, ну как, вот это, кстати, здорово, что не все понимают. Короче, когда я читал здесь первый раз лекцию, я показывал этот баклажан, но я на тот момент знал уже обгадку. То есть, у меня визуально нашлась та картинка в моем мозгу, да, но я не смог показать. А потом уже в других местах, там, детям показывал, что это баклажан. И для детей я сообразил, да, тени светятся. Тени не светятся. Тени вот, темно-фиолетовые. Я сообразил, что нужно сделать. Нужно сделать вот так. У нас тут типовая система. Нужно сделать вот так. Да, и тогда мы понимаем, что это баклажан. Теперь все понимают, что это баклажан? Да? Ну, есть совпадение ну понятно что это частично вырезаны для того чтобы нас запутать ну как запутать человек просто увидел вот этот свет да он немножко пересветил фотографию если кто задается вопросом как это делается может пересветил и получился такой дневной цвет с пересветом может там солнышко упало и она стала светиться скорее всего не специально это дело что-то заметил да они просто такие да есть да вот этот фонарь там есть еще королевский как они так называются и все они немножко похожи тут все понятно что сделано здесь можно прямо говорить сразу что это тоже попроще понимаете да что нарисовать там рисунок а потом подняли что там поковырялись положение не так и получился такой вот карточек окей дальше тут вообще все понятно все через стекло но согласитесь что несмотря на то что мы поняли что это через стекло все равно прикольно смотрите есть рисунок который перетекает во что-то вообще в небо прям перетекает или наоборот с какой стороны смотрят или с неба рисунок спускается ну симпатично да плюс вот это дерево которое дерево да которое дерево да еще какой-то пустарник или что-то да там полосы не расползся но интересно да смотрите что есть какая-то доля секунды чтобы это все как-то в мозгу сопоставить вот и косов скажем так показывает нам свои фотографии для того чтобы на эту долю секунды задумались а как это что это где-то потом это все расшифровываться иногда быстро иногда не очень сейчас увидим конечно да как бы питер он может и питер кстати это же неважно неважно уже этом во франции часто бывает в петербурге в москве ну вообще по всему миру конечно он идет специально то есть ну он что-то увидел и такое прикольно знаете как вот я всегда привожу такой пример людям которые связаны с фотографией они говорят зачем ты это делаешь что за фигня такая я говорю бывает такое что девушкам особенно ты говоришь видишь в одной мадамы желтая сумка и вторая мадамы желтая сумка две похожие сумки почти одинаково бывает такое что такого прикольный дреди на клавы которые несут однако ну да бывает ну то я это снимаю и он это снимает он увидел какую-то приколювку когда не он показывает на я сижу на пример смотрю о прикольного как перетекает как интересно вообще сначала думал что это занавеска но это не не может по самому по самому стеклу здесь вот так совсем просто картинка простенько рассмотреть какие линии интересны они прям подобные несколько линий по разным сам но то неподобно линия на тетрадке линия на наушниках линия на молнии мы на самом деле запятая с найка на самом деле немножко портит да то есть она возвращает очень быстро нас в реальность мы сразу понимаем где что есть окей здесь что все сразу карточки попроще да но был момент когда вы не поняли что это маленький но увидел что здесь две женщины да и глава одной видеть как бы продолжение естественно он конечно это скажем так один из приемов которые он пользуется для того чтобы создать такую загадочку но это вот интересная вещь кто запрещал конечно за что и вы никто не понимает здесь просто да а теперь смотрите я немножко поиграю с вашим вниманием мне так понравилось со многими это работает обычный стул да а теперь представьте что это не просто стул меня не обшивка да на спинке что-то зеркало наш зеркало отражает обои вы же видели такие обои на стене а теперь представьте что это не зеркало это дырка насквозь прикольно представлять вот а здесь он не работает той схемы да он не играет фокусом играет в нашем внимании знаете же есть сейчас теперь такие плитки ну и в того комплекса когда можно посмотреть так они становятся как бы выпуклые да вот такие с анаробик а по-другому они как бы уже такие совпадник видишь так вот ну трехмерные такие штуковики вот как еще раз запишу себе я не все в жизни знаю обязательно это потом себе куда-то вставлю кто светлый стул да обычный стул обычная обивка обычного стула но светлый поймите в редакторе же пользовались можно чуть светло осветлить при желании это никаким не спрещается и не подозрительно как нет смотрите вместе нет конечно нет я не дышал в смысле что если мы не в кривых чуть-чуть светло подниму что-то конечно можно же там делать ну для того чтобы в свечении отверстили кругу а может быть просто свет такое может быть поверхность такая которая больше отражает свет чем поглощает то есть белое есть серебристый серебристый еще больше вот здесь никакой загадки нет да но здесь такая приколюшка симпатичного он это называет паттернами то есть ну в смысле понятно что это не только что он называет время что он прям снимает такие вещи ему нравится причем сейчас пока не пишите пожалуйста ничего смотрите 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 на сумке да что такое на сумке видите вот вроде это дырки до воркскле на сумке выглядит как будто это выпуклая какая-то форма вот такие мелочи интересно замечать но ну понятно здесь мы понимаем но я понимаю что он те вещи если не при съемке увидел то по крайней мере при разборе и нам показывает но я своим студентам все время показывают такие мелочи которые даже в фотографиях очень прикольные и фотографии играют сразу другими красками это вопрос о том что у кого-то там онлайн похоже фотографии на приказ вы ее не понимает не привык то что не видит вы что понятно почему у нас в этом плане зумом тяжело работать но здесь вообще все просто да просто изображение прикольно сносится конец такой да 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 вот здесь можно оставить плюшки ну и соответственно понимать туда посмотрите они сейчас далеко не все ну я не знаю твои двое подняли а трое не поднимают тоже три плюшки все а там человек 10 слушать не все помню что поверьте есть люди которые 10 минут они прямо уже месяц как а тех загадок про который я рассказывал лично они меня всегда месили но например есть совершенно бешеная загадка ночь едет автобус в автобусе 48 пассажиров все спят только водитель не спит какие номера автобуса и как зовут водителя вот я к тому что когда знаешь ответ когда видишь ответ на фотографию уже даже не интересно когда не знаешь ответ сначала телесуще смотришь точно а потом начинается вот это вот скажи уже ответ на 10 ты не могу уже тут чувствую себя тупыми вот это все начинается но это прикольно это прикольно ровно до тех пор пока не узнаешь секрет но зато прикольно рассказывать эту загадку потом другую так и здесь хорошо 6 плюсиков уже там нет это не уже я прошу только плюсики ставит не надо не пишите пожалуйста ответы а потому что их видят все да я здесь присутствующие все видят что что это на столе на бокала стоят сейчас покажу еще раз бокал это красно классно вот это вот ощущение это значит что у кого-то что-то прям прозрел это вот самое прикольное понимаете в такой фотографии самое прикольное когда ты то есть вот эти как я это называю немножко не прямая фотография да я не придумал как-то называть своим студенткам говорю то есть не надо снимать столу это и самое у нас учил снаславович нас учил мальчика постоянно говорю не надо приходим событий не снимайте события снимать и вот все что угодно кроме событий ну то есть красные флаги можно снимать на меня снимает то что с трибуны там происходит снимаетесь на другое там сочетание света цвета будет намного круче чем то что вы вот интересно когда снимаешь самое прикольное что интересно когда снимаешь снял тебе кажется что это фигня показываешь всем и никто не понимает вот я честно вам скажу я когда подготовил эту лекцию спустя день на следующий день я пошел или по выгиб этот же день когда прочитал я пошел погулять я снял картинку которую также народ я не специально как бы это дело на меня вот это настолько повлияло что я снял а потом через какое-то время снял еще одну картинку нет тоже в инстаграмчик и мы здесь еще работаем все нормально мы закроемся и я как бы это самое снял там собаку и не понимаешь что там где даже люди причем не на простых люди даст на тех людях которые с которыми я знаком что не не хорошее внимание не знаю пинкасова они читают фотографии пинкасова там на развал но вот это вот где-то такой это класс да здесь немножко попроще но согласись прикольно да вот этот игра цвета и света тут немножко другом да уже здесь просто про три руки откуда они взялись непонятно здесь совсем простая картиночка есть специально положим это все с инстаграма пинкасова да если чтобы понимали то есть георгий борисович на это тоже обращать внимание на простой кусочек света который мне понравилось как сочетается свет и цвета прикольно что то кто-то улыбнулся кто сказал ничего видите насколько мы разные дальше все понятно если что я вам скажу ставить мишки ну красивенько согласитесь вот эти вот цветочки сплетаются с белыми человечками вот сосед и кухню утвари а потом внезапно сплывают ставить до паттерны многослой места этого прям я я вас удивлю еще потом вы не переживаете не знаю но я не просто интересно я не за то что сейчас взять и переубедить мне просто понять что не нравится по ощущениям но она конечно пересвечен мне можно мне можно говорить даже про мои фотографии отлично это лучший подход окей с вилками ложками тоже не понравилось с котом все-таки что то есть окей все супер мне просто для понимания да и отлично вопроса скажу так это недостаточно недостаточно загадочным для того чтобы быть интересно давайте смотрите зачем я это сделал это метод ну понятно это несколько фотографий до которые он замиксовала в такую штуковинку через какую-то через какую-то приложу по новым побаловаться да вы поймите что еще раз это не его боевые фотографии мы до его боевые фотографии еще дадим это что-то и не пока занят наук и все поняли да что откуда откуда тень короткий очень ролик видите сзади вот видите да здесь стоит девушка да и она изрыгает огонь и собственно говоря снимаете а вот эта штука она как бы на втором плане спрятана но для многих кто смотрите какая штука нас много слоев да кто-то перерос вот такую маленькую приколюшечку да может быть не нравится мне нравится до сих пор потому что мне нравится каким способом он это находит я прям прям удивляюсь классно кому-то это сразу понятно не вопрос кому-то совсем непонятно тоже может не нравится но есть категория людей которые относятся большинство наверно покормили как я по себе по свою книгу вижу которые может быть даже такого прикольный день игра как она создана у него интересно что его фотографии видно как они созданы до имеет память который говорит мне не интересно разбираться фотографии созданы конечно не интересно большом смысле но конкретно вот таких фотографий интересно откуда же появляется тень а тень появляется от девушки сзади а как так получилось что девушка за бетонный там или железной стеной изрыгает огонь а тень вот здесь а это не очень похоже на зеркало ну может это и зеркало и тогда все становится гораздо более понятно понимаете да мою мысль окей вот с этим сложно с зимом ничего толку не показать ну пошли дальше так вы видите да что два часа наше стекло мне бы хотелось 15 точно вашего внимания тут загадок не будет если что много людей видит мало конечно а подождите как же я все так сделал мы же не посмотрели боевой боевого материала есть сходство с тем что вы только что видели на картиночку из инстаграма смотрите это 91 год куча 91 год в 91 году снимал паттерны и через эти паттерны показывал нам насколько извиняюсь за вражение плохо было ну как бы показывал чтобы что произошло на это то есть не прямым текстом как вот абсолютно большинство называем это так ну в моем виде и можно не рассмотрим с тоже плохая поймите меня правильно да да вот он любит образом многим конечно это не зайдет поэтому поэтому в магнуме такой можно сказать один наверное наверное опять же всех я наверное тоже не смотрю и не каждая газета возьмет это не каждое издание чтобы показать кучу таким вот образом почему-то просто большинство народ пусть не поймет что-то за куски они так и скажут а чё это за куски мне тут понимаете ничего смысла и плюсик не надо ставить сразу да конечно он в магнуме взяли да еще там был по-моему да он недавно умер поэтому он при Брессоне может сказать и недавно был но да 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 он был там можно посмотреть почитать вообще про пинкацию интересную вещь посмотрите его эти самые такие лекции они иногда повторяются но в них все равно есть всякие словечки которые которые интересно подчеркать посмотрите это бизнес да тот же 91 год такой же условный ключ смотрите да как через такие же паттерн да через вот эти все понимаете да через угольки летающие все это дело это там это старые фотографии сейчас сайт магнума раньше на магнуме можно было много чего подчеркнуть сейчас сайт измениться там особо не наповыряешься а да да к сожалению сожалению я стал интересоваться гораздо позже чем у него закрыли до этого я был маленьким и неопытным вот тут тоже да видите через подобие там как мешки выглядят как вот это обожженное все выглядит и вот примерно такой же рисунок на ее шипе ну это так в двух словах есть на самом деле еще что рассматривать он не такой однобокий и плоский то есть там да я и говорю что здесь много чего есть можно все рассмотреть но естественно мы же не будем каждого детали взбирать да и опять же при желании как говорят на патросам тоже говорю вязка к местности преска к местности украинских планов и все сразу становится понятно что где и когда вот еще одна фотография а нет вам следующее вот тоже оттуда же до украины вот это мне больше нравится да то есть как бы через мусор через это все потом я не знаю у большинства внимание привлекают дуга потом что-то такое пространство потом кто-то идет к мусору нижнему леву кто-то переходит на людей со счетами но в любом случае все вот перед картинку и симпатичный этот человек инстаграм да да вот об этом речь я к тому что люди не любят пинкасса но я честно не к вам конкретно обращаюсь к парнишкам с которыми я общаюсь я же понял почему они любят просто не смотрим вот эти боевые фотографии они думают что то что он наснимал в инстаграм это то чем он гордится вообще по сложности по передаче смыслов посмотрите как они ездили он и он мартин ой сейчас все перепутаю в общем в крым как они ездили каком-то 15-16 году проект его можно найти раньше по-моему даже на сайте мармин был или где-то связано с мармин 4 фотографа мармин ездили в крыль в том числе к фас я забыл про спутывший один мартин пар алекс веб и третий который на полный формат он на большой формат снимает деппланы где мои молодые фотографии недавно просто положил на том самом мастеральчик своем фотографии в украину он ездил совсем недавно в киев и снимал в баре еще какие-то штуки и в нью-йорк магазин который является приложением нью-йорк таймс в это воскресенье вышел сейчас он по-моему брал этот пост или это вообще в сторис было вот у меня были здесь фотографии которые вы тоже показали вам как он это то же самое что он ценит и чем делится в инстаграме просто в инстаграме он делится со всеми в репортажах в таких мы большинство его работы люди просто на просто потому что он снимает много моды много фильмы снимает сркар таки умак умак чтутся батя если захотите могу закончить на самом деле есть всегда чем говорить значит смотрите что с ильей что среди не так на самом деле очень интересный человек в том плане что он теоретически связывают многие вещи с экологии с фотографии со многими вещами это его старого портфолио потом следующего подборка к тому что старый портфолио уже к нему относится так уже не нравится не то что не нравится приел сюда я просто с ним общаюсь и почему я его все включил потому что много теоретик такой прикольный как я с ним познакомился я как-то я буду все отсюда не получилось перепал страдоблок этом человек который занимался этим основал его устал вот я случайно попался под руку с энтузиазмом и он мне его фактически передал без всяких людей без всего большой 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 контингент не суть в этом я сделал выставку я почему хотел взять то что мне хотел сделать выставку чтобы тогда еще ну прям мало народу делал вот такие все из контактных всяких группочек мало делали выставки я сделал выставку в регулируем этом что эти бесплатно все сделали за небольшие деньги соответственно понимаем да теперь что за фотографии кто это снимал репортаж на найдет и все ходили все говорили о классно местные преподаватели приходили там дмитрий конрад который сегодня поедет должен был быть единственный человек кто такой здравствуйте здравствуйте как зовут илья я саша поздоровались я в смысле думаю у меня тут часов пять все говорят какой молодец что собрал коллектив и и только со я понял как как так себе но так как мне было интересно что же случилось но что что не тогда я потом через пару месяцев написал можно с тобой поговорить мы сели в кафе мне два часа просто вот не переставая там какие-то фамилии имена философ какие-то темы теоремы вообще как это но так интересно так завораживающим его что он говорит основываясь на словах мастеров куличная фотография имеет особую эстетику эстетика есть никто не можете дать точного определения все говорят что нужно смотреть много правильных фотографий и вы все поймете вы понимаете я сейчас читаю его текст да не то что я не могу своими словами сказать я могу вопрос это не мои слова да и мне хочется чтобы авторство даже слов все сохранялся так вот говорит ли я по словам не потерпим а помните да им паблик он создал создала тела большая личность уличная фотография должна быть неким откровением или просветлением ну и собственно говоря тут мы возвращаемся к тому о чем говорили самом начале вопрос ну например могут быть люди а может не быть людей люди могут могут быть главными в кадре а могут быть не главными акцент может быть на игре света например главным может наблюдение быть за светом это фотография красава вообще направо и налево да а может быть главный цвет а может вообще быть черно-белой фотографии может быть фотографии без книжки или со вспышкой причем опять же со вспышкой может работать по-разному ну и так далее со вспышкой мы должны как люди работают, да, тот же Брюсбург. И вот мы подбираемся к главному, наверное. Чем же уличная фотография отличается от документальной, ну и, собственно говоря, репортажной. Все-таки документальная фотография. Это когда фотограф рассказывает какую-то историю. Ну, как я вам говорю, да, слова Сергея Ильинича Мишинова, что фотография человек, который, это один человек, который рассказывает другим людям, как живут третьим. А, смотрите, чем отличается репортаж. Например, у репортажного фотографа есть цель рассказать что-то конкретное. Ну, например, история беженцев, да. Что такое история беженцев? Мы едем в Ливию условно, снимаем, как они жили там, в лагерь, как они на своих лодках перебираются в Италию. В Италию их не пускают, посажают в лагеря во всякие. И вот фотограф снимает каждый из этих моментов. У уличного фотографа нет задачи снять что-то конкретное. У него, наоборот, противоположная задача. Найти что-то, чего он никогда раньше в жизни не видел. И показать это. Вот это принципиальная разница, понимаете, да? Уличный фотограф заточен на том, чтобы просто удивиться и что-то нам, зрителям, показать. Ну, уже по второму разу, да, пошла? Да. Окей, давайте. Ну, если. Ну, относительно, да. Это вырезано из его… А он из Новосибирска? Живо сейчас в Китере. Из Новосибирска, я тут не помню. Подольше сделаем. Что скучно станет. Будем… Фотографии тоже многословенные. И много фотографий стоит порассматривать. Звук пропадает. Ну, я надеюсь, больше не пропадает. Так. Ну, мы с вами, когда откроем фотографии уличных фотографов, увидим там за редким исключением вариации одного и того же. Полиэлемини, мастерские выполненные фотографии. О чем речь, да? Помните фотографию Соколаева, да? Там женщина с счастьем шла напротив стены. Такие фотографии, ну, не конкретно с таким смыслом, но на фоне красивой стены идет какой-то интересный человек с зомтом, без зомта. Ну, и на самом деле можем видеть прям великое множество. Если в какие-нибудь стыд-корреки вы зайдете, где там слабенькие отборы, еще что-нибудь, ВКонтакте, какие-нибудь отборки. В общем, там такого барахла полно. И вот он говорит о том, что они как бы разного качества, эти фотографии. Какие-то гораздо лучше, какие-то похуже. Но они, суть есть одно, да? Кто-то один что-то нашел интересное, прикольное, снял, и вот все начинают повторять. Ну, например, вот я пример, да, такой привожу, что пассажир в метро, да? Но в том и дело, что речь как раз идет о таких редких исключениях. То есть уличная фотография, это скорее фотография не массовая, да, а вот фотография исключения. Вот Келькасов в этом плане интересный человек, что он много следит за вот этими мелочами, да, вот эти мелочи нам показывают. Да, мы, может, их видели, конечно, но вряд ли видели это именно фотографии. Смотрите. О чем речь? Раз, два, три. Смысл трех фотографий понятен, да? Человека заперли в треугольник. В двух словах про мастерство фотографа. Обесвеченные фотографии оставили красненькие, но это еще со времен пленки уже тогда говорили, что это такое, ну, так себе, даже. Да, за шплатой нормально. За шплатой. Картиночка, смотрите, такая. Треугольник света поделил на две части. Треугольник желтый, треугольник серый. Сположен под углом, да? Соответственно, два тени сверху, снизу тоже треугольник. Идет темный силуэт, черный, да, несет желтый пакет. Желтый пакет пересекается по цвету со стеной. Да, 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 я про что, да? Я просто подробно говорю. Кто-то сразу видит, кому-то нужно проговорить. Поэтому я проговариваю для всех. На фоне желтого пакета опять черный пакет. И потом идет еще объем вот этой вот колонны, да? Одна сцена в тени нарисует один рисунок. И часть колонны на свету, она рисует совсем другой сцена. Такая сложная фотография, которую хочется немножко рассмотреть. Да, если у нас даже есть рассмотримость большая, хочется чуть-чуть побольше. Хороший фотограф из Греции. Сами потом посмотрите, как его зовут. Ну и что-то похоже, да? Ну, совсем не то. Да, реплика, да. Пытаюсь скорее бы, да. Похоже, да? Дальше. Раз, два, три. Какая из них лучше? Ну, как бы выбирайте сами. Но поверьте, их не три. Значит, надо сказать отдельно, что в Инстаграме есть такой аккаунт, называется Streetrepeed. Ну, уличный повтор, Streetrepeed, где фотограф Юрия Крудова, это не наша какая-то похожая, да, она вроде бенгерка, собирает штампы. Ну, собственно говоря, ее подборками смотрят. Там очень прям интересно. Причем, смотрите, штампы не всегда плохо. Не всегда плохо, ну, вот сейчас увидите. Ну, если такие штампы, то, наверное, просто понимаете, прием, который повторяется, поначалу может казаться, о, прикольно, смотрите, женщина, она может причем, смотрите, стоять спиной, да? Чем интересно больше это? Она может стоять спиной, ноги немножко солны, ну, так разденуты, и обычное зеркало, ну, не зеркало, а стекло прозрачное. Тут непонятно на самом деле, что это. Это отражение, вторая часть, или это просто сквозь стекло? Вот реально непонятно. А? Пару дней назад, нечто подобное. Да, да, ну, все снимают. Особенно, когда у нас куб был, и в Москве, Житинева, если кто видел, у него, ну, там, две или три картинки прям с этим кубом, стеклянно на Красной площади. Нет, тут все понятно, ну, не надо, публички, спасибо. Тут все понятно, да. Так, сейчас. Вот он одинствовал с этим самым. Теперь надо дальше. Раз, два, три. Тоже прием понятен, да? Конечно, когда ты сам первый раз снимаешь, для тебя такой кайф, такой кайф. Но когда ты понимаешь, что до тебя я снято-переснято этого, ну, как-то прям отмирают. Раз, два, три. Ну, хочу остановиться отдельно, да? То есть, смотрите, для меня, по крайней мере, прям по нарастающей картинке. В мусорном баке просыпается девушка. Да? Ну, понятно, что девушка нарисована, мусорный бак реально. По мусору идут ребята. Тоже понятно, но уже немножко интереснее, да? Как-то они уже более гармонируют с этим самым, с мусоркой. А здесь мы вообще классные. Вот по мне, да? Здесь из-за того, что пересечение цвета, и даже, смотрите, видите, рукав подсвечен тем же цветом, что и коробки. Как будто эти черно-белые персонажи, они как будто цветные. А цветной мир как будто черно-белый. Да, черно-белый, черно-бело-желтый. Ну, вот такой. Понятно какой. И это я в двух словах примерно, да, там, поясняю, если вдруг кто-то не понимает мысли, которые я... Но суть одна, да? Все знают, что если кто-то лезет по мусору, надо снимать. Окей, все наснимали. Какая-то картинка получше классно зашла, а у кого-то больше лайков. А какая-то не зашла. Раз, два, три. Ну, это такое немножко издевательство, да, над классиками. Но никто не говорит о том, что раньше не снимали похожий прием, да? Прыжочкой. У кого-то может быть лучше, у кого-то хуже. Дело не в этом. Но этот человек вообще сейчас шлетнется очень классно. Потому что он явно не перелетает, согласитесь? И это выглядит забавно. И мы видим время, в которое это снято. То есть это не время интернета, да, когда все увидели, прием и начали переснимать. Но эту фотографию вообще все знают. Прыгающий человечек, он вообще у нас на страдоблоге написанном. В логотипчике записанном. Окей. Смотрите. Раз, два, три. Да, да. Ну, еще раз говорю, это не значит, что все три. Это тоже прикольно, на самом деле, согласитесь? Ну, прикольно. И это тоже такая забавная. Ну, последняя, да, так. Из-за зуба вообще шикарно. Но... Ну, давайте так. Если бы мы только это увидели, было бы прикольно? Тоже было бы прикольно, да, по-честному. А если бы это увидели, мы бы сказали, о, я-то увидел, вот это еще прикольно. Я же почему-то там пролистываю, да, чтобы вы быстро в мозгу там сразу увидели все три. Но это прям совсем, действительно, все сошлось. Вот, еще женщина, которая там такая уставшая немножко. Так нам кажется. Вот, отлично. Раз. Два. Стив Маккарий, кстати. Три. Ну, то есть, Стив Маккарий тоже не внушался такой штукой. Хотя, кто знает, может, он первый снял. Ну, я не знаю, как раз. Не надо его обвинять в чем-то. Но, опять же, понимаете, штампы не всегда плохо. Можно что-то снять так, что прям, вот, например, кто-то говорит, не буду говорить, кто, что есть фотограф в Москве. Ой, забыл, что-то выскочил. Не важно. Значит, не надо говорить. Знаете такую фотографию? Нет. Да? Вот эту, наверное. Это Мартин Парр. А, ну, собственно говоря, вот эту Мартин Парр уже и Брессона подозревали. Брессон подарил, да, свою книжку. Больше, чем момент. Ну, да, да. Больше, чем момент. Сейчас только у нас. Ну, понятно, да, что Мартин Парр больше красавчик, чем все остальные здесь приведенные. Ну, вот. У нас, кстати, сейчас тоже в Москве две девушки соединились. Что-то Art Photo Tips, по-моему, называется. Они тоже. Но я не уверен, что они складывают похожие фотографии и понимают, что они складывают штампы. Мне кажется, что они просто складывают похожие фотографии. Им кажется, что это классно. Ну, надо спросить, как-то они просто общаются иногда с ними. Но вот я не боюсь их обидеть. Так, ну ладно. С этими закончим. Давайте вернемся к Е. Потому что там много интересных мыслей. Кто тут у нас был? Отсюда начнем. Кстати, фотография снята, можно сказать, с репортажа. Это там на Ваське какой-то день, забыть, как называется. В общем, все ходят к святой нашей, к Ксении. Да, вот отсюда. Это про вопрос, где уличная фотография, где репортажная. Вот что человек снял на возможном репортаже. Так вот, вернемся к штуцам, которые говорят о том, что есть некий список штампов, которые постоянно пополняются. И надо за этим списком очень внимательно следить. Один человек сделал хороший снимок. И многие другие стремятся его повторить. Но повторение, конечно, как вы понимаете, не есть уже хорошая фотография. Это уже неинтересно. Мне кажется, говорит Илья, хорошей фотографии должно быть нечто большее, чем сумма слагаемых, из которых она состоит. Свет, цвет, сюжет, это, конечно, все здорово. Но вот вся сумма этого должна выводить изображение на новый уровень. Каким образом он достигается, я не знаю. Это алхимия, говорит Штюнсо. Но опять же, возвращаемся к поэзии, да, где набор стихотворений, если возьмем, если набор рифм, это не есть стихотворение, да. Рифмы должны как-то соединиться. Знаете, что такое там диптик, триптик, да, когда одна картина хорошо, где вторая картина хорошо, а вместе они вот что-то прямо такое создают, да, вот как-то новый смысл там дают, еще что-то. Вот это такая же история, да. Что фотографии, сейчас Крагуре еще вернемся, он как раз про нее упоминает, про то, что, да, когда мы сами формируем фотографию, это одно, но если вдруг что-то войдет в нее, да, вот эта вот птичка, да, про которую мы говорили, да, что-то войдет, непонятно что, тогда фотография превратится в поэзию. Ну, возможно, превратится, возможно, и нет. Так вот он говорит, что я не знаю, как это сделать, ну, машинально, да, как это сделать умом, это алхимия. Слово алхимия он употребляет для того, чтобы обойтись без слова магия. Почему без слова магия? Ну, потому что штука magic, да, детям мы когда заказываем эти самые фокусники, там что написано на коробке magic, магия, мы понимаем, что это же обман, да, это обман. Поэтому он специально не говорит слово обман, что это, это вот тот же обман, что мы тоже фотографии похожие видели, да, такая же фигня. Вот, поэтому он говорит, называет это слово алхимия. Немножко похоже, немножко не похоже. Так вот он говорит, что от магии у всех просто скулы сводит. Но это действительно так. Я не знаю, каким тут словам еще можно пользоваться. Вот этот добавочный элемент есть то, зачем мы все охотимся. Ну, запутать птичку условно. Скажем, ты учился, смотрел фотографии мастеров, ходил в музей, изучал картину, сам много снимал, и теперь ты можешь создать интересную композицию. Видишь свет, цвет, ну и так далее. Хорошо, понимаешь, что можешь сделать техничную фотографию, то есть, ну, собрать ее из элементов. И ты ее делаешь. Она правильно такая, нормальная, но неинтересная. Она от головы. Техники недостаточно. А потом вдруг происходит нечто, вылетает птичка. Ну, или не происходит, чаще она не вылетает. Но если вылетает, получается хорошая фотография. Понимаете, да, что он говорит о том, что все, что мы выстраиваем, ну, это, конечно, класс. Ну, круто, если мы дадим возможность войти в нашу фотографию или чему-то еще. Это дополнение идеи. Конечно. Это классно выстраивает это достаточно. Не так. Нет. Это слова, скорее, тогда Пелькасова. Более того, слова, там, какие-то философы, на которых я не запомнил, которые спешит Илья, там слова, схема, Пелькасов говорит точно так же. Это нормально. Просто какая штука? Ну, может быть, вы кто-то поймете, кому-то надо. Может быть, для вас это работает по-другому. Я не говорю о том, что это прямо догма. Все, что я говорю, это не догма. Но какая штука? Вот тут снимать просто манекен. Ну, давайте любим с ним. Снимать просто манекен, ну, это прямо. Хоть красиво, смотрите, без человека. У нас с человека, вот зашел человек, чуть-чуть интереснее стало, согласитесь? Чуть-чуть. Вот об этом речь. Что надо позволить чему-то еще случиться. То, что мы не предрекали. Потому что снять манекен может, ну, и я, там, и следующий человек гипотетически. Вот. Ну, тут он как раз вспоминает Рагурея. Говорит, что пока в игру не вмешается сверхъестественная фотография, остается настолько хороша, насколько хороша может быть информация, изображенная на этой фотографии. Мне кажется, говорит Штуца, что... И он говорит, что это главное отличие, что уличный фотограф ничем не связан. У него есть полная свобода. Внутри, конечно, рамок непостановочности, неколажности, о чем мы говорили, да. И это значит, что когда он выходит из дома, он не знает, с чем он вернется обратно, с какой добычей. То есть выходя на репортаж, условно, на 7 ноября, мы знаем, что он вернется с красным флагом. Ну, грубо говоря. Мы знаем, что нам нужен портрет, средний план, крупный план, как говорил Павел Михайлович постоянно. Но в уличной фотографии у нас нет таких рамок. И мы выходим, причем мы еще идем не обязательно на какое-то столкотворение. Мы каждый день выходим. И по пути сюда я там из машины что-то жмякал, да. Какие-то штуки получше получать, какие-то похожие. Дело не в этом. Тоже какие-то зарисовки свои делались. Дело просто в том, что большая часть тех, кто называет себя уличными фотографами, ну, и он говорит, что он в том числе, недостаточно часто бьют себя по рукам. Производят повторы и делают фото от головы. А надо бить себя по рукам, и снимки, которые хоть в малейшей степени вызывают чувство дожарю, никому не показывают. А показывать, проявлять миру только то, что действительно может иметь ценность. Но это бывает очень трудно ценить сразу. Тут он делает сноску на то, что речь не об инопланетянах. У Сергея Яковлевича Луксимировича была такая история, ну, в интервью он часто ее рассказывал. У него спрашивают там, Сергея Яковлевич, вот любитель может наснимать такие же хорошие фотографии, как и вы? Ну, это и видео есть, и это самое, на интервете, по-моему, тоже там. Ну, действительно, в этом. И он говорил, ну, смотрите, я, говорит, работаю 7 дней в неделю, да, фотографом, по 8 часов я снимаю. У меня и насмотренность, и я езжу по разным местам, по разным, этих самых. Я могу снять, допустим, одну фотографию в день, вот у меня 7 фотографий в день. Любитель что делает? Он раз в выходной выходит на улицу, что-то там пожмякал, ну, допустим, у него одна фотография получилась в выходной. Ну, то есть, 1 к 7 как минимум, да? Ну, понятно, что гораздо больше. Но он тогда еще говорил, тогда еще камера прикольно была, 0,3 мегапикселя, он мне в интервью прям так говорил, что если вдруг во двор к нам садится инопланетянин, у нас вот есть это 0,3 мегапикселя, понятно, сейчас на телефон все снимают, да? Тогда еще нет. И мы высовываемся из окна вот так фотографируем, мы любители, наша фотография будет лучше, чем все фотографии Максимишны. Почему? Потому что это больше никто не увидел. Понимаете, да? Это такое событие, которое никто никогда не увидел, и оно значимое. Но это он будет так и назначить. Конечно, конечно. Ну, понятно, что, допустим, если в этой фотографии, тут Илья потом скажет об этом, если в этой фотографии ничего, кроме информации нет, как и Рабурей говорил, то эта фотография облетит нам основные эти самые, может быть, мы в WordPress фото получим. И все. И ценность этой фотографии как фотографии, конечно, пропадет. Как информация, да? Как то, что что-то произошло. Да. Регистрация, да. Останется. А как фотографии, конечно, все, оно уйдет там куда-то. Так, 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 так. Ну, вот. Не важно, как это снято, все равно будет интересно. Вот если мы, допустим, владеем прямой композиции, то, соответственно, эта фотография может цены, она может цены не иметь, да? Если мы профессионалы, как бы, можем с инопланетянином еще какую-то фигулю построить. Не просто сфотографировать, с инопланетянином, сфотографировать, как-то его интересно. Понимаете, да, в чем речь? Это я пытаюсь связать то, что я наговорил, с текстом, что написано. Так вот, если не умеешь, ну, это будет твой звездный час. Снял раз в жизни что-то, повезло. Но если ты серьезно практикуешь ручную фотографию, то, конечно, ты будешь охотиться не за необычными событиями, а будешь искать красоту в обычном. По крайней мере, у меня было так. Ну, у меня тоже. Сначала я искал какие-то необычные, абсурдные сюжеты. Потом стал обращать внимание на какие-то детали, которых никогда, никто, никогда, кроме меня не замечает. Ну, и Пенхасов, да, туда же. Ну, точнее, мы туда же, Пенхасов. Со временем становится все интереснее делать такую хорошую фотографию, какой-то совершенно обычной сцены. Но, опять же, насколько она хорошая? Она может быть хорошей, как документальная. Если мы рассказываем историю про место, например, можно пойти и каких-то таких интересных уличных сценок наснимать. Возможно, хорошая уличная фотография случается, когда происходит какое-то личное общение человека с фотоаппаратом и место, на котором мы снимаем. Когда место вступает в игру и происходит диалог. Понятно, что для этого человек с фотоаппаратом должен собой что-то предъявлять, представлять. У него должно быть некое персональное видение. Но, опять возвращаемся к вопросу, есть ли такое единое поле уличной фотографии. Получается, что некая совокупность практик, к которой мы сюда относим. Ну, вопрос о том, что же такое уличная фотография. Есть пересечения с документальной фотографией, с фотоприколами, как мы видели. Но это же не одно и то же, хотя граница достаточно размытая. Не зря ведь многие великие документальные фотографы считают классиками уличной фотографии. Алипс Авеба, который мы смотрели, например. Хотя он сам говорил, что он и уличный фотограф тоже. Если мы говорим о обычных фотографиях в повседневной жизни, можно ведь эту жизнь увидеть личным взглядом, выбирать из нее что-то. А можно камеру просто установить. Кстати, есть такие практики. Люди устанавливают камеру на оживленном или неоживленном месте, просто щелкнут, выбирают лучшие фотографии. Или кто-то вообще срезает снапшоты с с Google и Яндекс вот таких проезжающих машин. Видели, Не обращаю внимания. Все там интересные очень кадры. Есть люди, которые прям следят за этим и нарезают. Очень интересно. Кстати, Илья пишет картины из таких штук. Прикольно. И вот он говорит, что уличная фотография стремится быть стихами. Зачем люди стихи пишут? Вот зачем люди стихи пишут? Как вы думаете? Вопрос в зал, чтобы проснулись чуть-чуть. Я понимаю, что они немножко уже устали. Для чего люди пишут стихи? Это стих, какой-то состоянии. Ну, да, вот скорее, давайте сейчас озвучим, потому что не могут по-другому. Да? Похожи на это? Ну, почему? Сидишь, сидишь такой, у тебя там пришло что-то какое-то четверостишное. Он уже не может не записать. Это не рифмоплёсство, когда тебе нужно что-то записать. Не об этих стихах, да? А когда тебе что-то пришло. Так вот, уличная фотография, он сравнивается с такими именно стихами, когда фотографы, ну, они не могут не снимать. Вот мне прям прёт, да? То есть, мне нравится выходить на улицу и узнавать вообще, вокруг дома даже ходить и узнавать, получать новые картинки. Это прям очень интересно. У меня одно из заданий для студентов, это снимать вокруг дома. И вы не представляете, как это интересно. Все приходят и говорят, о, ничего себе, я увидел такое вокруг дома. Люди живут по 20-30 лет в своём, ну, у них вот так вот километр делают, такой радиус, и всё. И там такое, я сам, сам иногда захожу в такие места, не так далеко от дома. Так вот, мы, конечно, говорим не про поэму, но короткое стихотворение это некий слепок взаимодействия с миром, отпечаток. Уличная фотография такой же, точно слепок, только выражена на другом языке, визуально. И у поэтов тоже бывают как циклы стихов, так и отдельные стихотворения, которые можно объединить в глобальный персональный проект. Вот я живу в этом мире, я с ним как-то взаимодействую. И из-за этого рождаются тексты. Ну, лучшая фотография просто подобие, да, либо одиночные картинки, либо проекты, либо просто ты потом из-за одиночных картинок собираешь какую-то серию. Полная идентичность. У человека, который выбрал фотоаппарат в качестве средства общения, в результате такого взаимодействия рождаются фотографии. У кого-то другого будет что-то еще. И тут ему там это вырезка из интервью, ему спрашивают, с кем бы он сравнил все это дело. Он говорит, тут можно вспомнить строку Пушкина. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Не мешонка, не лягушку, а неведомая зверушка. Вот эта неведомая зверушка есть в уличной фотографии. То есть то, что мы не знаем заранее, да, мы не знаем, что нам попадется. Так и царица не знала, что с ней, что с ней случится. Ну, давайте проскочу на финал. Прикольная штука. тоже опять хорошие просто слова и что же мы можем делать с нашими фотографиями. Смотрите. Ну, ну, и там вопрос, да, как делать хорошие фотографии. Он говорит, а это очень просто. Во-первых, нужно много снимать. Ну, очень много. Во-вторых, относиться к своим фотографиям абсолютно безжалостно. Тут должен быть очень высокий градус внутренней честности. Например, ваш любимый фотограф, ну, Пенхасов, вернемся к тому, что обсудили. Окей, ходили вы, допустим, весь день по городу, сделали одну гениальную фотографию. Как вам кажется? Пришли домой, смотрите на нее. Все еще гениально? Ну, окей. Теперь посмотрите на фотографии Пенхасова. Теперь опять на свою. Все еще нравится? Прямо честно-честно? Ну, тогда ее можно показывать публике. Если нет, то лучше не надо. Иными словами, если ваша картинка имеет право на существование рядом с теми фотографиями, которые вам по-настоящему нравятся, то она настолько хороша, насколько хороши вы на данный момент. Потому что через некоторое время, понятно, все может измениться, и фотография нам перестанет нравиться. Но это не значит, что фотография плохая. Это значит, что мы не обязательно переросли ее в положительном. Мы могли двинуться вправо, влево, может, вообще деградировали. Кто знает, как в нашей жизни потом все сложится. Ну, и в-третьих, надо повышать, постоянно повышать свою визуальную грамотность. Смотреть много по-настоящему хороших фотографий. И классиков, и современников. И не просто смотреть, а пытаться вникнуть в то, что не нравится. Давать себе такой тяжкий труд. Ну, и, конечно, надо не только фотографии смотреть, надо книжки читать хорошие, стихи и прозу тоже. Кино смотреть, опять же, хорошее, в музеи ходить. И самое главное, смотреть вокруг себя внимательно, не зашоренную взгляду. Все время и все, все время быть готовым увидеть что-то интересное. Потому что внимание наш главный инструмент. него надо постоянно развивать, укаживать за ним. Ну, усеченная версия моей лекции выглядит вот так. Да, она расстанулась слегка, почти на 3 часа. Вот. Я надеюсь, я надеюсь, да, написали как раз, что в такте стихии не могут не писать. Надеюсь, что какое-то понимание что-то по личной фотографии у вас появилось. Надеюсь, что было чуть-чуть интересно в процессе. Я не прошу ни в коем случае лезть в это. в смысле, чтобы вы не подумали, что я это все сделал ради того, чтобы вы все бросили и начали заниматься уличной фотографией. фотографией. Но, да, есть нюанс, что стоит, если вы занимаетесь даже репортажем фотографии, на улице стоит почаще снимать, потому что в бытности мою на факультете мы снимали не очень много. Ну, или снимали, не понимая, что мы снимаем. Я точно не понимаю. Я свою первую фотографию снял на 9 мая. Вот, считайте, с сентября до 9 мая, да? Первая моя фотография адекватная, которая сейчас висит в этом самом факультете в качестве заманиловки на выпуск с салютиком, вот, которая была снята там лет 7 или сколько там назад, непонятно. Ну, а дальше потихонечку пошло-поехало, но все равно долгое время было непонятно, что же с этим всем делать. Вот, как же это все снимать? Пока, пока не понял просто, что на самом деле нужно меньше думать, конструировать эти фотографии, что делают, как ни странно, многие. Точнее, меньше странно, да? А до этого я думал, что так и надо. Вот. И даже сейчас можно легко подать дело, подбросить. На самом деле очень много фраз входит в концепцию того, что я рассказывал, тот же Брисон, вы все слышали наверняка эту фразу, что думать надо не во время съемки, а до и после. А во время съемки нужно снимать. А снимать нужно как? Нужно реально, не думая. последняя лекция моя была сама свеженькая. Я не знаю, Лапина знаете кто? Александр Лапина фотография как? Отлично. У него есть, он, кстати, много интересных вещей там рассказывает, именно про уличную фотографию. Про психологию человек совсем не то, не надо прятать фотоаппарат в шапку, чтобы все гораздо проще. Но интересная вещь, он говорит например, примерно следующее, что вот мы идем по улицам, хоп, что-то такое щелкнуло, сейчас будет шедевр. И мы пытаемся этот шедевр выжить. И скорее всего, это не будет шедевр. Почему? Потому что да, но это реально так. То есть не то, что реально так это догма. Это вот по моей мысли, как я это чувствую, это реально так. И Лапин, и Стурция, и Бенкасов все об этом говорят. Как это работает? Работает примерно так. Чаще всего. Чаще. Если мы решили, что это шедевр еще до снятия или в процессе съемки, это значит, что мы эту картинку где-то держали в голове. Где-то насмотрели, где-то придумали. То, с чего я начинал лекцию. Сейчас я думаю. Мы, кстати, эту фотографию вместе снимали. Прикольно. Мы эту фотографию придумали, а я говорил, что фотография настолько хороши, насколько хороши мы в данный момент. То есть мы не очень хороши, не очень хороши фотографии. Хотя нам будет очень казаться, нам нужно туда еще что-то впустить. Но Лапин говорит, что если щелкну чуть-чуть, типа того, что наверное стоило бы остановиться бомжа снять или еще чего-то. Вот это та самая фотография, которая, вот это тот самый позыв, на который надо реагировать очень-очень-очень. я вам честно скажу, что это первый мой набор, это был такой, ну, понятно, эксперимент сам по себе, первый же набор был. Но вот эту штуку я прям провел через всех своих студентов, и тех, кто с образованием, и тех, кто вообще никогда не прикасался, были две девушки, которые пришли вообще без портфорио, без всего. Без понимания тем более, точно-очень-очень-очень-очень. И они все стали снимать. Я их попросил только об одном. Ну, каждый раз, на каждой практике по 10 раз. У меня разбор в практике 9 человек по 8 часов занимал с 7 вечера до 2-3 ночи мы сидели разбирали. Я каждый говорил, надо реагировать, надо реагировать, надо реагировать. Только захотелось, просто подними камеру хотя бы сними, потом уже дальше снимай. Ближе, дальше, объектив меняй, все, что угодно. Главное сними то, то, где у тебя щелкнуло. И все начали снимать. Это такой кайф. Попробуйте просто. Просто попробуйте этот приемчик. Развейте. Если вам понравится, попробуйте развейте его. Ну, работает... Я, честно вам скажу, я поменял свои видные фотографии год назад. Для того как раз в сентябре. Так получилось, что я для того, чтобы подготовить свои лекции, еще что-то, я к самому Илье пришел. И мне с ним пошли просто поснимать. Он как-то сказал, говорит, доверяю интуиции, просто щелкну. Я вспомнил, что когда я сюда пришел, я тоже просто щелкну. Мне так нравилось. Ну, до того, как я сюда пришел. Просто ходил и щелкну. И я наснимал. Мы сели в кафе. Я смотрю свои фотографии. Я понимал, что это не мои фотографии. На моем фотоаппарате не мои фотографии. Потому что я освободил. Я перестал думать о фотографии, как скопоновать, еще что-то. Просто ходил там... Ну, понятно, где-то что-то понятно, но основные такие штуки и я вот на вскидку. На вскидку, хоп, что-то там подправил. И с тех пор, не знаю, это прям кайф. Прямо вот мир перевернулся. Буквально с одной фразой. И я надеюсь, что если вы попробуете это, что вам это поможет, мне не будет круто. Да-да, спасибо большое. Ну, собственно говоря, все. Даже больше, чем все. Правда, надеюсь, что понравилось. И правда, надеюсь, что, дай бог, чтобы там как-то... Даже на практике все это... Потому что слушать теорию, это одна история, да? Хотелось бы, чтобы на практике все это выросло. В общем, я, например, когда был здесь, да, я, ну, слушал и всех, и больших, и очень больших, и великих человеков. Ну, не ложилось. Ну, от этого моя фотография не становилась лучше. Вдохновление каждый преподаватель, кто приходил сюда, там, и я все-таки не вспомнил, не буду никого говорить. Даже Сахаров, который занимается абсолютно другой фотографией, да, все равно вдохновлял своими речами. Но вдохновение, и все. А вот, ну, Станислав Владимирович мне давал именно вот какие-то практические советы, да, вот там расставная фотография. А здесь вот перевернулось все. И так кайфово, реально. И вот на уже на уровне вот этого кайфового, что ты можешь просто жмякать и находить в картинках что-то, ну, как просто жмякать, понятно, да, что не совсем просто. Мозг что-то там почувствовал додо, как я осознал. Значит, я вот перевожу в картинку, а потом на картинке смотрю его классно. Или там на втором, третьем кадре, ближе, дальше, опять же, там можно подкрутить. Самое главное вот войти в эту струю. И, ну, не знаю, про себя я не очень люблю говорить. В инстаграмчике можно. Я зимой прошлое я приносил фотографии. Мне, оказывается, маршинка, я тогда слушал и сказал, что надо показывать. Я пока с ним общался, показывал. Сегодня не принес. Но если хотите, если хотите, я могу, если есть пять минут, буквально, я могу показать, что на самом деле... Я могу показать, что наснимали мои подопечные. Если вам интересно. Я могу начать показывать. Без слов, прошу? Я могу в двух словах показывать фотографию. Но мне кажется, тут все более-менее видно. Мы сразу скажу, единственное, что мы сложили эти картиночки под книгу, потому что мне казалось, что очень прикольно все выходит. Мне захотелось напечатать хотя бы для себя, да, вот какой-то экземпляр. Ну, там, 10 экземпляров на нас, и, может, там еще десяточек можно кому-нибудь подарить. Вот. Ну, соответственно, это такой четверной разворот. Вот. Что-то все вот складывается в такие парочки. Ну, это вот такой четверной разворот просто поближе. Когда защищалась Маша, она, соответственно... Понимаете, какая штука? Мы вообще не планировали защиту. Как бы, ну, формально планировали. Но потом нам Антонина Павловна сказал, что давайте проведем. Я прикинул, что прикольно было бы собрать, чтобы они собрали сами серию, а я все равно книжку уже хотел. И как бы уже готовые развороты для книги. То есть там уже чисто порядок авторов менять, и потом вторую часть. Ну, то есть здесь разная акция? Не-не-не, вот это все Маша с ним. Это все один раз. Это все она, да. Получается, что в книге есть пускай один по блогу ухаждаются, да? Да. Книги еще нет, а автор уже есть. Но это как будто представление книги, да? Понятно? Вот это как бы разворот двойной. Когда вы ее изучаете? Ну, сейчас вот. Если очень быстро соберусь. Вот. Вот Даша, да? Вот они две самых таких. На них все остальные девочки ориентируются. Скажем так. Но это не значит, по моему мнению, по крайней мере, это не значит, что все остальные хуже. Я очень боялся, чтобы на моем курсе вдруг не стали все снимать одно и то же. Ну, как. Как Алекс Феттлхин, или как Кинкасов, или еще как что-то. Ну, на мой взгляд, они все снимали. Где-то, может, понятно, там какие-то приемы похожие. Плюс, поймите, эти все задания, ой, в смысле, все фотографии сняты из заданий. Ну, например, какие-то задания про свет, да? Какие-то задания про что-то, не помню про что. вот. И поэтому, как бы, тематика все равно одна. Может, там быть, у Маш, например, много со светом работают с тенью. У Даши там какие-то пары есть со светом, а какие-то нет. Ну, например, у Даши вообще, да, там такие Диксит, знаете, что-то Диксит, да? Игра в ассоциации. То есть, у нее специально подборка, пары не похожи друг на друга. Ты начинаешь похожи? Да, 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 такая же история. То есть, пары, это не то, что там, она не смогла, как Маша, собрать все в одну колею. Она специально решила сделать абсолютно разные пары. Каждый разворот, видите, да? Абсолютно разный. Но фотографии на них мне, по крайней мере, очень нравятся. Я не претендую на то, чтобы вам нравиться. Но мне нравятся. Это вообще там, как она говорит, баба-яга с Кащеем. И все. Я только произнесла, и все. У меня все встало на свои места. Ну, правда, вы не сам сказали, когда разбирал левую фотографию. Вот, я еще, наверное, пара, да? Так, Катя. Катя пришла у нас с небольшим портфолио, с неплохим, ну, как, неплохим. Ну, там были какие-то картиночки неплохие, но посмотрите, что она сняла. Левая фотография, сейчас, дом прикольный, конечно. Иначе бы я не показывал. Мне все кажется прикольным, поэтому понравится ли вам вопрос, да? Левая фотография, я просто Катя сказал, видишь, вот угол дома, видишь, тень, вот как она падает, просто жмякай на автопарад, и у тебя что-то вырастет. Это буквально первая практика у нас была. Ну, совместно, я старался хотя бы раз с каждой поснимать, чтобы они, ну, быстрее включились. И вот она сама отобрала эту левую фотографию, ну, по мне, она очень прикольная. То есть, она просто стояла так, потому что мне невозможно отследить. Это как раз к вопросу, да? Можно ли мы конструировать? Ну, здесь слишком быстро все меняется, здесь невозможно конструировать фотографию. Здесь как раз должно что-то само случиться. пара гора и грубая. Вот оно что-то само случилось. Взрослый протягивает руку ребенка, да? Там есть еще второй ребенок. Плюс текстура мне понравилась, там, идут и зарвают. Возможно, я где-то не в руках. Текстура, там, пальто девушки сливается с асфальта. Ну, то есть, таких много каких-то мелочей. Ну, на второй фотографии, там, вроде как и про цвет. Да, и красный цвет хорошо работает, и черный цвет хорошо работает, и клеточка на штанах хорошо работает. Ну, вот, такие штуки. Это вот все в один день было снять. То есть, собачек мы вместе в пятеронку стояли и снимали кто со всех разных этих самокракусов. Не помню, у меня они есть, не знаю, или нет. Вот. Ну, а дальше, когда она стала показывать свои дальше фотографии, я, конечно, прямо офигел. потому что мы все, понимаете, я старался научить их снимать фотографию непрямую. Ну, то есть, как Баба Яга, да, то есть, что там, ну, с Кащеем. Человек идет, мы взяли, щелкнули, ну, это такая простая фотография. Ну, а снять человека без головы, например, вот для Кати, которую я сейчас показываю, а здесь три человека без головы, четыре, да, фактически, без головы, еще и все сзади, ну, на левой, да, на правой тоже еще один человек без головы, и точно тоже все сзади. Для нее это было просто кошмаром просто. Она не понимала, как и почему так можно сделать. Когда она стала снимать, когда практика появилась, она уже поняла, где неинтересно, где красиво. Опять же, я даже не спрашиваю, нравится вам или нравится, ну, как бы, не хочется влиять на наше госприятие. Ну, это картичка, как по мне, так немножко попроще. Да, каждый может снять. Ну, опять же, про учебного процесса, особенно смотря на то, что она могла, вот, по мне очень, очень. Здесь тоже мне что-то мне нравится. такие вот штуки. Вот это и финальное. Сейчас еще, по-моему, два человека. Вот девушка, она вообще пришла с пустыни, по фоне, она пишущий журналист, она один раз пересеклась с Петросяном где-то на какой-то там, ну, на каком-то репортаже, ее так вдохновила, она пришла и поначалу, конечно, очень удивилась, что все будет не по-петросяновски, вот, то вы видели, да, как-то фотография не совсем по-петросяновски. А второе, она снимала только на телефон. У нее не было с аппаратом, она снимала на телефон. Мы с ней, она снимала сначала вертикальные кадры, пришло срезать, потому что сверху, снизу она интуитивно добавляла, ну, то, чего не надо было. Потом договорились с ней снимать в квадрате, она снимала в квадрате, потом она перешла все-таки на нормальный формат. Переходила, потому что я сам начинал только снимать на телефон, купил новый телефон, и что-то меня тоже так понесло, и эксперименты мы вдвоем ставили. Ну, смотри, что она снимала, просто за неделю вообще без нового вмешательства. Ну, вот так. Да, это тема экватор, да? Ну, она где-то поехала отдыхать, не было интернета, поэтому она спустя, по-моему, что-то месяц или два месяца наших обсуждений, включения, вот она и легла снимать. И когда она не снимала нескольких картинок, я попросил ей прислать все остальные, чтобы попробовать сложить серию. Ну, по мне, по мне, сложилось. опять же, можно, конечно, учитывать, что мы, это все учеба, там еще что-то, но, не знаю, мне и так нравится. Ну, в смысле, без отрыва от того, что это сделала девушка, которая на кнопку никогда не сжимала. жизнью. Вот такие вот штуковики. Дальше, а дальше вот прямая фотография. Это Марина Скорсенская, как показалось, да, коллега по другой работе Александра Генникова. Она, собственно говоря, у него училась, она в пункте два года. вот она как бы снимает, ну, скажем так, то, что я называю прямую фотографию, да, что вижу, то и снимаю. Несмотря на то, что у нее здесь есть фотографии, которые уже начали переходить немножко в другую фотографию, я потом подскажу, что я имею в виду. Но, несмотря на это, ты не знаешь, что плохо там или хорошо. Она просто снимает, получается, по-другому. Я ее хотел немножко и по-другому научить. Ну, переходные фотографии, и по-другому. Но это человек, который не боится людей. То она может подойти к женщине, к девушке, и снимать минут пять, просто пока не поймешь, что ей достаточно. А если не поймешь, что ей достаточно, она еще 10 минут поснимает. Вот такой человек. более понятная фотография, и вот слева фотография, где девушка с рисунком, ну, с рисунком на плече, да, на руке, где уже падают тени, где работает и цвет, и сам рисунок, и цветочки, и тени от цветочков, и тени от дерева, справа на девушке, на официантке, да, вот это вот, тоже цветочки, на том самом, ну, в виде, на косточке, когда это все смешивается, вот к этому она потихонечку только приходит. То есть вот даже парень, он снят как бы напрямую, или понравился парень, она вот вырезала, как его увидела, вот сфотографировала. А вот эта фотография, она только-только приходит, и поэтому курс у нас закончился, но договорились, что если она будет, как бы, активно снимать, то ей будет активно помогать потихонечку. Но зато вот такие фотографии, конечно, у нас в группе никто не снимает, даже я. Ну, поэтому я такого не снимаю. Вот, и это ее финальная картинка. Да, тут такой персонаж вообще, что нарисовано, что и одето. Что на рисунке, что череп на пальце, на одном, на втором. Вот, и даже текст не важен. Как, как? Да по-разному. Как люди реагируют? По-разному. Но я говорю, целая двухчасовая лекция, я не смогу вам сейчас все. Главное, выйти из дома и не двигать это. Это самое главное. Но, к сожалению, без особого вмешательства. Ну, все, собственно говоря, я остальных не стал сюда покидать. Я не думал, что я ей тихо показываю. Ну, 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 наше 4-5-месячное занятие выросло вот в этом. Даже не верится, что мы маршем получили до сих пор. Почему? Да вы же понимаете. Давайте я сейчас еще отключу. Здесь слиплюсь там. Так и не это. Вы не поняли. Вы посмотрите. Здесь никто не слипается. Обратите внимание. Здесь нет. Были я вам скажу отвечу на любой ваш вопрос. Я уверен просто, что он прав. И просто вам объясню, почему он так говорит. Ну, на любой картинке, где вы там увидели какой-то недочет, я вам объясню. Ну, допустим, собаки, да? Да. Светлана Владимировна говорит, потому что 5 людей например, да? Так, а нет, а что бы он сказал? Что тут не так? Ну, по-вашему, что здесь не так? Нет диалога. Ноги, ноги, Это не видно. Диалог с кем-то. А теперь представьте, что вы снимаете забор. Палка, палка, палка. А палка, палка, палка во что превращается? Он скажет в ритм. А почему ритм нельзя сделать например, из ног? Понимаете, самое главное, чему я пытался отучить всех, это думать о том, что это люди. Что мы снимаем людей. И я не пытался приучить их, как снимают Петросян, чтобы они снимали персонажи. Понимаете, чем люди от персонажей включаются? Я пытался да, понял, спасибо большое. Я пытался своих студенток научить смотреть на все это как на цвет, на форму. Ведь, понимаете, мы все не оттолкнули, как мы все. Я вспомнил свою бытность, все там вокруг говорили, там, есть на словах Владимирович, что вот Брессон, Брессон, ну и проще всякие человеки. А потом я начинаю читать, особенно, когда готовлюсь к каждой лекции, я же пишу, там, трактат, мне надо свои знания как-то слить, еще я читаю статьи под это дело, беру оттуда, что-то оттуда, и я понимаю, что я ни то, что не знал, я вообще реально ничего не знал. Брессон же везде говорит, ну и Брессона там две книжки прочитал, это очень тоже клево, он же везде говорит о том, что его привлекают Ну как бы тут остались либо стойкие, да, либо, я жду и по 9 часов могу с какой-то разбирать фотографии, поэтому вы держитесь, если что, и останавливайте меня, если что, потому что я могу не заткнуться. Сейчас у меня есть, по-моему, то, что я хочу сказать про написано. Вот смотрите, что говорит Брессон. Нам кажется, что Брессон это репортажный фотограф, то есть он рассказывает нам что-то, да, Алекс Веб нам только что сказал, что Брессон это фотограф искусства, ну в смысле не про репортаж, про репортаж занимался Капа, да, ну и ему подобное, а Брессон занимался высоким. Вот Брессон смотрите, что говорит, для меня фотография это поиск в самой действительности пространственных форм, линий и соотношений. Понимаете? Про собаку. И тем более уже про руку, если с этой рукой там вообще это мясо. Если уж брать, там вообще ни людей, ничего не понятно. Это уже Кандинскому и Малевичу. У меня там отдельно есть. Я пробный урок вел, меня тут отругали, но зато я собрался и свои мысли в кучу, тоже там на час про Кандинскому и Малевичу, как они соотносятся к уличной фотографии, к такой уличной фотографии. Ну, в таких фотографиях, которые вы показали, действительно два мешанин. Вот я давайте пролистаем. Нет, вот еще раньше, но ну, раньше, если мы что-то будем искать, мы не будем. Нет, тут вообще, смотрите, фотография, какая, где мешанин? Здесь. А, в книге. В этом самом? Да. Просто пересмотрите видео. Там нет мешанин. А даже если есть, фотография, понимаете, нужно немножко, как же сказать, вот мы когда яичницу жарим, да, мы же не открываем телефон, там, как жарить яичницу. Разбейте одно яйцо четко посередине, да, мы как делаем? Лопнул желток, фиг с ним. Надо, хотим переворачивать, переворачиваем, не хотим переворачивать, не переворачиваем. Нравится жидкий желток, то есть жарим жидким. Не нравится, закрываем крышкой, ну, в общем, представляете, да, у французских поваров на колпаке сто этих самых вмятинок, этих складочек, ну, у высшей категории. Каждая складочка означает, что он знает рецепт приготовления яйца. Сто штук. Представляете? Сто. Вы не задумывается о том, что как там должно слипнуться, а не слипнуться. Понимаете? Это уже творческий процесс. Это сначала тупенька, то есть, когда смокнут. Смотрите. Смотрите. Человек, который взял фотоаппарат, телефон в первый раз в жизни. Как вам картиночка? Ну, по мне, вообще прям. У нее есть целая история. Хотите историю, чтобы прям вообще убить? Девушка приехала с другой стороны. Я просто не помню, где это, что за страна на экваторе. Девушка приехала с другой стороны, молодая девушка, и ее посадили на карантин. На домашний карантин, потому что ей нельзя выходить. Ну, сейчас же условия все знают такие. И вот, она, там была дырочка, она ее с каждым днем все прорезала, прорезала. А Наташа, которая ходила, гуляла, она с ней как-то раз слово за слово, второй раз, и на какой-то пятый, шестой день, говорит, можно сфотографировать? Ну, или ты сначала сфотографировал, я даже не помню. А, да, сфотографировал, говорит, а можно как бы всю сфотографировать, через щелочку, как-то там. Говорит, ну, мы-то мусульмане, нам нельзя. Вот фотография. Это человек, который впервые взял, ну, давайте дальше посмотрим. Мы теперь знаем, что она впервые взяла фотографии? Андрей, нормально? Ну, или плохо? Ну, справа обычно. Справа обычно. А слева? Ну, слева очень обычно. Ну, полно, да. Но, видна работа со светом, с тенью, с цветом. Нет, вопрос про технику. Человек не тоже техники не знает. Он даже не знает, как сделать на телефоне кадров теменей. Нужна ли техника? Я об этом говорю. Нужны ли вот эти, ну, точнее, они, конечно, нужны. Но это не повод делать вот это только техничные фотографии, только думать о том, какая же диафагма. Я вам расскажу другое. Если вы не знаете, Лев Круч, понятно, вы же поймете тоже. В серии 10 фотографий. Человек ни разу не снимал. Она сняла там, условно, 50 фотографий. И из этих 50 нам надо было собрать что-то удобоваримое в 10 штук. Поймите еще одну вещь. Да. Когда ты едешь там, вау, и видишь. Там просто цвет. Там и другое совершенно. У нас вот не снимешь картинку первичную, просто там соберу цвет, потому что у нас нет такого желто-сиго, черного, там, все-таки еще и цвет. Поспорим? Вот. точно не цвета. Поэтому, когда мы начинаем говорить, что у нас нет цвета, у нас там еще, 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 еще. Ну, смотрите, еще. Пример. Дмитрий Кондрат – это тот человек, который должен был быть сегодня перед вами. Есть цвет? Дмитрий Кондрат снимает в Петербург. В основном. В школе, где он преподается, в ЦИПУ. Раньше, пока не писали, сейчас просто не знаю, не залезал к ним на сайт. Не помню, как назывался курс, но то, что там с цветом. Короче, Кондрата называют мастера работы с цветом. Есть цвет? Поэтому, когда говорят, что Питер – серый город, нечего снимать, цвета нет. Нет, нет, вы правы. Вы сто процентов правы. Я сама знаю, я же не был в Коломне, но я нахожу 5 парад. У меня в Коломне как раз еще одна девочка, которая не показала, снимала. Особенно, какая есть цвета. Трогическую гигабетию, красивую цвета. Я снимаю, но если кадр на какого-то человека, то какая искушная какая-то даже не насквозная кадр. у меня на каждое ваше слово есть, чем ответить. Смотрите. Вот. Нет, смотрите, я сейчас, не дай бог, если вы сейчас подумаете, что там понтует, еще что-то. Нет, мне хочется разрушить стереотипы, чтобы вы потом вышли и подумали, блин, уже начал показывать даже эту серию. А, фотографию показал. Коломна? Про геометры. Коломна. Ну, или 20 шагов от Коломны. Ну, я к тому, что... Поэтому в том и дело, понимаете, что она, естественно, у нее тоже, по-моему, не было такого подхода, что такое было. Можно же посмотреть, что противое. А, нет, она что-то там снимала, да, точно, 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 вот такие фокусы, нет, цвет, что-то там видела, да, вот такие штуки, вот с чем она пришла. То есть, были и прикольно какие-то, да, зарисовочки, что-то уже там было, было и какое-то вот абсолютно пустое, были вот эти моменты неплохие. Серию вы видели, вот ее, то, что мы собрали на портфоле, да, что там у нее еще картинки есть, симпатичные, но мы решили, что это будет результат. Вот в одном из дорог, кто-то, все, все рядом, по-моему, это второе. все рядом. Вот. Насчет там, о чем, каждая фотография, ни о чем, это предмет разговора, да, тут одни боготворят не кассово, а вторые говорят, мне не интересно, тут сами понимаете, мы же все разные. Но я к тому, что снимать все равно есть что, вот об этом. Поэтому вы там меня взговаривали на то, что там ваши студенты платят когда-то, что о том, что почему у нас случится, как здесь. Нет, но понимаете, у каждого же, вы поймите, тоже правильно. Станислав Владимирович, он человек, репортажную фотографию, у него там свое видение. Я не говорю, что там, я же научился два года, я ему прям благодарен, даже не представляете как. Я при нем надел картиночек там в инстаграме, если вы зайдете, я вам там покажу. Да там видно будет все, что до прошлого года, до условно сентября, можете все смело списывать на него. Там есть и хорошие картинки, и очень хорошие картинки, которые мне вообще не стыдно показать там любому фотографу и сказать, что вот это следствие. Более того, все, что сейчас снимаю я, я боюсь показывать большинству людей, потому что они, как вот рассказал Кумкасов, просто только не поймут, потому что у многих есть зашовренность. Только так и больше никак. И когда девочки ко мне пришли, я ну как бы первые несколько занятий, для кого-то это больше, для кого-то меньше, Марина пока не справилась с этим полноценно. Я не говорил ей не снимать портреты. Я ей попросил еще по-другому. У нее, кстати, вот у Марина, которая училась в первой защите, у нее портфолио, вот смотрите, вот с каким портфолио она пришла. Но она, надо честно сказать, пришла с портфолио, два года она не снимала, и год с инстаграм, сейчас дам, сейчас напишу вам чат. Вот она пришла с какими картинечками. Быстро полистаем, я думаю, что вообще понятно. Вот это мне понравится очень неплохая, поэтому, единственное, что я бы по-другому кадрировал, но настроение у меня хорошее. Ну, это вот улица Мевского, это репортаж про улицу Мевского. Ну, собственно говоря, что она сняла серия. Ну, вот это красивая картинка, конечно, про диаметры, про все, как на старт, на старт. Посмотрите, в чем она уходит. Здесь постараюсь подобрать разнообразную фотографию. Понятно, фотографии серии, которые прям самые прикольные мне очень понравились, я тоже попросил включить. Тут не исключать, да, одно из другого. С того же окна, да, я попросила снимать иногда. Вот она сняла с того же окна и картинка тоже, по-моему. Как по мне. Тоже портрет, конечно, мне прям очень нравится. Эта фотография у нас была на теме черно-белой, да? Вот, черно-белой надо снимать. Ну, вроде казалось бы простая картиночка, она сняла ее в самом начале. У нас, по-моему, вторая тема, что ли, была вокруг дома. Вот она, бляя вокруг дома, сняла ее. А к концу курса она обратила на нее внимание. Ну, может быть, покажется простая, да, картиночка, что, ну, две женщины, ну, расходятся, ну, похожи. Ну, во-первых, расходятся, вот так похоже. Во-вторых, а? А в третьих связано больше. Ну, не фиксник, смотри, зато, смотрите, зато что на ногах. И вот из таких мелочей состоят, ну, по-моему, прикольные, ну, хорошие картинки. Даже если, несмотря на то, что вот, да, и плюс колючая проволока, тут еще какие-то, вообще непонятно, такой фиксинь на зоне снят. Да, есть ли кто-нибудь? Ну, у меня так может возникнуть, да, и банановки на розовом фоне у мусульманок, особенно у женщин, которые прям, а это мама с дочкой, они просто ходят как это препятствие. Ну, то есть, как бы, как бы, как бы, да, вот так, попроще, картиночки есть, ну, такие забавные. Девочка, конечно, и вот, вот так, но она все, вот фотографии не проще снимать, но мы с ней работаем, да, мы с ней работаем на то, чтобы она побольше снимала вот такие фотографии, все тут, где там немножко все посложнее, не так, ну, смотрите, по поводу Станислава Владимировича, я же учился у него, он говорит много, много, очень много правильных вещей, лично я и абсолютно большинство моей группы, чуть ли не все, просто их не слушали, ну, или слушали, но не понимали, ну, или как-то вот так, понимаете, я к этому пришел, ну, к чему-то со временем, а к чему-то только сейчас, я вспоминаю там его какие-то рассказы, какие-то показы, там, он сказал, мы смотрели еще чего-то, он называл какое-то страшное слово Брейгель, да, я не понимал, что это, он называл много слов, которые мы не смотрели, а нужно было, я это начинаю смотреть, только когда мне нужно для того, чтобы, я не делаю узкий, этот самый, узкую нарезку какой-то теории для своих студентов, я пытаюсь побольше посмотреть, чтобы им можно было рассказать, да, об этом, даже если я текст читаю, чтобы можно было рассказать, что вокруг творится, и очень часто наталкиваюсь на то, что как бы, и Слава Владимирович мне так или иначе это все показывал, он так или иначе мне показывал, как там нужно снимать, замахал руки. поэтому тут как бы все должно сойтись воедино, именно поэтому я на разборах на каждого человека трачу там по часу полтора, представляете, вот у нас было 15 занятий, ну, у меня там записано, да, 15 занятий, последний был, 15 занятий, это 15 часов я разговаривал с каждым человеком, да, 15 часов, я ему вот что-то там, плюс мы, я старался с ним куда-то выезжать, ну, или уходители, снимать после лекции с теми, кто пришел, с каждым, с каждым, индивидуально старался работать, кто-то отваливался, я писал там, а давай все-таки ты сам бросай свою работу, давай снимать наконец-то, ну, как-то по-разному там заводил, потому что я поучился и у Марченко, и на куче всяких мастер-классов со съемками девушек одетых и не одетых, и с Ильей там пообщался, и собрал все, что, и мне когда-то там психологию промыли голову, да, там тоже был курс у Лиса психологии фотографии, как-то вот так, вот, и благодаря, вот этой психологии я много думал, как, как мне сделать так, чтобы левый человек пришел и встал снимать, ну, и я смотрю, как бы в сети, у кого там ничего не было, да, даже как у Кати, там, у предыдущей, было что-то, но стало что-то еще более интересным, а самое главное, это развить интерес, развить интерес настолько, чтобы после окончания курса все не позабрасывали все, потому что стало очень тяжело, да, а наоборот, стали снимать еще больше, именно поэтому после окончания курса я пытаюсь сейчас сделать эту книгу, да, чтобы им было интересно, отправлю сейчас заявки на возможность выставок по всяким, всяким разным штукам, ну, понятно, максимально бесплатно, да, понятно, что мы не готовы за все это платить, и мы сделаем свой стрит-коллективчик, а что-то стрит-коллективчик, когда мы собираемся, там, пока вчетвером, будем что-то там балакать и поддерживать друг друга, то есть говорят, о, у тебя прикольная фотография, давай, ты инстаграм чизайки, ну, давай, 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 чтобы это было и лично, и у нас есть цель, я сразу сказал, что девчонки, давайте сделаем, ну, девчонки там разный возраст, вырвался, девушки, дамы, коллеги, давайте, говорю, сделаем стрит-коллективчик, и говорю, у меня цель такая, чтобы, допустим, через полгода у нас была брошюрка и выставка, ну, то есть цель какая-то, да, инстаграм, вот это все, бред, вот это все, фигня все, оттуда, оттуда не возвращается столько, сколько туда забрасываешь, даже вот если посмотреть на Александр Патрисян, на который там иногда прям тяжело ему, что не столько лайков получается пока, он уже привык, да, я понимаю, что мне, например, мне нужны лайки, мне хочется больше общаться, где вы столько сил брали, ну, сколько я с вами, посмотрите, три с половиной часа с вами сижу, где я столько сил брал, вот оттуда же, это интересно, это просто интересно, я всем говорил, что я хочу, у меня было, знаете, вот когда я учился, раз уж сидите, не останавливайте меня, я когда учился, я думаю, ну, мысль привыкну, о, прикольно было бы там сидеть, кому-то вещать, да, но тогда, извините, аудитория было, сто человек сидел, и там по-другому все ощущалось, вот, ну, в смысле преподаватель, да, когда лектор что-то рассказывал, я тогда, как раз сидел, там, с ребятами просто хихикали, говорили, о, прикольно было бы сидеть, здесь сижу, да, я достиг, я поставил галочку, я там преподаватель, факультет, что мне еще дальше, мне хочется, чтобы, ну, какие-то микрозадачи, да, хочется, чтобы те, кто не снимали, стали снимать, чтобы те, кто снимали, стали снимать лучше, как лучше, все это относительно, чтобы у них было интересно, вот, все эти галочки, я все поставил, и все закрыл, но закрыл не для себя, но то, что я решил, что все стали со мной хорошо, всем стало интересно, я провел защиту, и на защите, они каждая, сказали то, что хотели, и я услышал все, что хотел услышать я, вот, вот такие моменты, да, за два года в культете, я сам прогулял там много, еще что-то, еще тяжко было там совмещать с работой, совсем, ну, прям тяжко было, вот, Вы работаете? Ну да. Ну, сейчас на сфере? Вот, нормально, потом еще и по личным, самым, по семейным, тягают меня, там, если вдруг у кого-то вопрос, что, много ли времени, ни у кого много времени нет, ни у кого, вот, мне хотелось, мне хотелось достичь всех их целей, теперь я понимаю, что вот они выпустились, и что с ними теперь? А мне самому давно хотелось выйти за пределы, вот, что сейчас есть возможность насобирать самому, насобирать и насобирать людей, которые хотя бы какое-то время со мной продержатся, потом захотят, уйдут, как бы, это ж не обязалось, какая-то, но будет прикольно, надеюсь, мы доберемся до какой-то следующего отрезка, все вместе, там, вчетвером, может кого-то еще к себе подцепим процесса, ну, хотя бы к выставке, не чтобы им 4, там, но совещаться мы будем пока в четвером, вот, много-много всего, тяжело, конечно, писать лекции, тяжело, прям, бесит меня, я вот последние сутки переписывал эту лекцию, ну, там, не то, что сутки, прям, сидел, но, наверное, часа 4 потратил, чтобы добавить сюда некоторые, другие немножко фотографии, мысли немножко другие появились, что-то вот, ну, в общем, вот так, если вы меня не остановите, я не остановлюсь никогда сам, да, я уже, спасибо, у вас ваш инстаграм называется, инстаграм, да, рус78 стрит, по-моему, сейчас, подожди, я помню, да, помню, ну, или страдоблог, проще, да, на страдоблоге, там, на каждой, это самое, да, рус78 стоит, сейчас, чатик вам напишу, вот, спасибо вам за то, что вы послушали меня, вот, у вас и стрита, и страдоблога, да, спасибо вам, до свидания, надеюсь, немножко интересно было, все, всем до свидания, всем, кто далеко, что еще раз, ну, кто же знал, что я настолько сам, понимаете, я вообще первый раз, когда здесь читал, я все это дело закончил два часа, два, ночь? Нет, за два часа, в смысле. За два часа.